И что ты там говоришь? Сходил в комментарии, да, посмотрел, что там очень всех возмутила моя история про туалетную бумагу, а что? Да, тебя спрашивают, а ты знаешь ли ты, что можно ее складывать в два слоя? Я знаю, что вдоль ночных дорог, а в два слоя это... Вы не понимаете, когда на заводе делают двухслойную бумагу, это не то же самое, что сложить два слоя. Там специальным образом склеивают два слоя, там каждый из слоев супертонкий. Это складывая обычную бумагу в два слоя, вы получаете два раза сложенную пополам наждачку. А там прям вот специальная технология. Вы же, простите внимание, когда вы видите хорошую отлетную бумагу у себя дома, посмотрите на ее фактуру. Она там местами сплюснута, местами расплюснута, между ней воздух, между вот этими вот двумя слоями. Так что там все не так просто. Нельзя просто взять и сложить бумагу пополам. Но, видишь, откликнулась тема, значит, даже если негативные комментарии были. Я, Леша, ты настолько погружен в эту тему, я смотрю, что я жду, когда заведешь новый канал под названием «Лекс.АйТи.Бумага». Вот. И будешь распрягать. Ну, с текущими тенденциями, скорее, назовусь «Лекс.Наждачная бумага». Или так, да. Но идея хорошая. Идея хорошая. Надо подумать. Надо делать айтишные туалетные ревизоры. Ну, это все лирика. Это все лирика. Знаешь, что не лирика? Все, что не песня Децла, лирика. Ты не отвертываешься. Я знаю, что сегодня ты на расслабоне, потому что сегодня у нас не музыкальный выпуск, и ты песни выйдешь. Но в следующем выпуске я ожидаю от тебя. Да, да, да. А ты два группы по рефлексу. Сказал, кстати. А, ничего не знаю. Я могу сегодня отыграться. Не надо отыгрываться. У меня есть текст уже написанный. Я же помнишь? Я не помню. Я в подкасте говорил, что хочу РСП перепевать. Да, да, да. Я вот уже одну песню почти написал. Я решил, буду делать группу под названием РСА. Если кто не знает, ребята, РСП — это не то, что вы подумали. Это разбитое сердце пацана. А что еще это может быть? Еще есть другое. Расшифровка этого термина. Я не знаю. По гугле. Я не буду. Короче, есть такая белорусская группа «Разбитое сердце пацана». Они поют на русском языке с супер-белорусским акцентом веселые песни. Я решил перепеть их. Кстати, очень сложно было найти кавер-музыку. Моя группа будет называться РСА. «Разбитое сердце айтишника». Я думаю, он Алексеев. Да, и там все песни на манер будут айтишные. Я уже даже... Там есть такая песня, «Женщина» называется. Я ее переделал почти полностью. Это будет песня про тестеров. Тестеры. Ну и там дальше по тексту. Так что ждите Элизы цифровые. Ждем твоего первого альбома. Точнее, как мы уже знаем из прошлого выпуска, далеко не первого. Далеко не первого. Да, без чата, не из выпуска. Короче, короче, Витя, у меня есть идея. Я что-то наш сценарий, когда вот это заполнял, я подумал, что может быть нам стоит разнообразить наши выпуски чтением действительно комментариев от подписчиков, сделать какую-нибудь формочку, собирать от них комментарии, может даже за... Ладно, я не буду говорить за донаты, мы все-таки это по работе делаем, нам за это деньги платят. Но просто, чтобы фана добавить, что думаешь? Давай, сделаем. И формочка специальная у нас есть, называется комментарии Ютуба, кстати. Да вот это неинтересно, понимаешь? Просто подкасты многие собирают донаты, и эти донаты зачитывают. Вот как нам сделать похожую штуку, но не за донаты, чтобы нам не платили, но все еще это было чуть сложнее, чем просто пойти в комментариях написать, какая плохая туалетная бумага. Угу. Давай, окей, сделаем анонимную форму. Не, ну тогда все будут писать. Надо какой-то порог сделать. Какой порог? Вот не знаю, какой порог. Google таблицы. Приди к нам в чат. Это будет порог, это вхождение в наш чат. И с тегом, с хэштегом комментарий напиши что-нибудь, и мы это зачитаем. Ой, нет, там, не, ну не, это не надо, не надо там. Зачем? В чат все будут приходить. У нас в чате уже и так атмосферка сложилась хорошая. А если мы донаты собирать начнем, это будет сильно прям зашкварно? Для меня нет. А для наших работодателей? Это я не знаю, но мы можем проверить. Надо узнать, надо узнать. Вдруг нам скажут, что окей, ребят, вы молодцы, собирайте донаты, и мы тогда будем зачитывать самые лучшие донаты, самый жесткий трешак. Ну, короче, как идея на подумать. Угу. Что у тебя нового? Давай, на все, не без песен, но с водой, как обычно, потому что вода — это жизнь. Вода — это жизнь, да, мы все на нее состоим. На нее состоим. На нее состоим, да. Все на нее докладные писали. На нее состоим из 90%. Да, это правда. Нового, нового, нового. Ну, вот я хожу на уроки вокала. Вокала? Вокала, на уроки вокала хожу, да. Ты нам это уже четвертый выпуск к ряду рассказываешь. Да, это единственное, что у меня на тофе. Каждый раз новый, да. Каждый раз прихожу к новому преподавателю, все не могу задаться. Каждый раз, да. Учу песню System of a Down, Lonely Day. Витя, ты не то учишь, тебе надо учить рефлекс-группу. Ты понимаешь, я вот подумал, а хочу ли я преподавателю принести группу рефлекс и сказать, что мне она нужна для выпуска подкаста. И как будто бы я понял, что не хочу. Думаешь, преподаватели тебе сразу откажутся от тебя, да, как от покаженного ребенка? Это во-первых. А во-вторых, ну, блин, я же один раз спою в подкасте, и все. И все, и можно заканчивать подкаст. Да? Ладно. Не знаю, у меня сегодня такое настроение, хочется просто потрындеть, знаешь. Ну, так давай трындеть, Леша. А у тебя что нового? У меня что нового? Ой. Я на этой неделе кучу воркшопов прочитал, поделал. У меня голова забита AI-м, и мне надо просто потрындеть. Не про AI-я, я самое лучшее место нашел, да, для этого. Наш подкаст. Да, ты трехчасовой про AI-яй. Сегодня, может, даже больше будет. Кстати, сегодня я обратил внимание, новостей не так уж и много, как обычно. Угу. Но многие из них наделали шуму, очевидно. Наделали шуму, конечно же. Куда без шума? Кто не знает, это Леша, любимая фраза просто, она в сценарии встречается на каждой второй строчке. Серьезно? Да, у него там все шуму наделали. Те на рестораторе рост, что ты ходишь, когда он еще нормальным был? Версус, вся эта штука, слово SPB, да, немножко старой культуры подкаст. У меня есть новость, кстати. Я наконец-то залез под стол и расправил петлю кабеля своего микрофона. Из-за этой петли он последние два месяца просто немножко фонил, чем выедал мне мозг. Я два месяца прокрастинировал, не хотел залазить под стол. В итоге залез, расправил петлю, теперь у меня шикарный звук, я чувствую себя как-то так спокойно. Короче, давай начинать. Ну, поехали. Всем привет-привет, вы слушаете сорок восьмой выпуск самого лучшего в мире русскоязычного подкаста про новости AI и разработки под названием Айя Подкаст и с вами его постоянная ведущая уже на протяжении двух лет Алексей Картыник и Виктор Шленченко. Всем привет. Нифига себе, уже почти два года, представляешь. Может быть, в этом году мы даже не пропустим день рождения нашего подкаста, которое, по-моему, в январе. В январе? Слушай, ведь сорок восемь подкастов, учитывая, что мы выходим стабильно раза в две недели, один раз только пропустив, получается двадцать четыре выпуска в год. То есть у нас прошлый выпуск вообще-то юбилейный был. По идее. Не может быть такого. Посмотри, это сорок восьмой выпуск, а сорок второго выпуска нет, он когда-то появится. Да, да, да. Значит, на следующий выпуск у нас должен быть юбилейный. Мы в декабре запускались, получается? Нет, мы один раз Новый год праздновались с нашими подписчиками, у нас один был новогодний выпуск, значит, мы все-таки в январе. Нет, Витя, ну мы просто, возможно, с первых выпусков. Так, подожди, это надо, конечно, я думал, что воды сегодня уже больше не будет, но это надо, конечно, этот вопрос обкошлять. Сейчас я прям зайду и проверю. Может, кто-нибудь из наших подписчиков напишет, когда у нас был первый выпуск, потому что у нас есть замечательный Телеграм-чат на 1600 человек, в котором можно задавать разные вопросы. 1663, прошу, за месяц. Там, кстати, сейчас новый чел добавился и спрашивает, можно ли здесь задавать вопросы, ты ему пишешь, конечно, он здесь или в аудиочате. А сейчас у нас третий ведущий появится. Я быстро пошел замьютил всех партисиментов. Да, мы вещаем в Телеграме, в онлайне, либо в четверг, либо в пятницу, тут уже надо вылавливать дату, и потом вы нас слушаете еще и в записи. Первый выпуск, Витя, ты меня... Давай-давай. Как просто не проведешь. Первый выпуск. Вот он, первый выпуск. Так, и когда же он? Как он назывался? AI, Hyper-reальность. Угу. 16 февраля. Видишь как? Что-то у нас, значит, не то с нумерацией. Видимо, где-то мы либо два раза одно и то же выпускали, либо... Странно, надо разобраться. Ладно, к следующему выпуску разберемся. Ну что, про что мы сегодня будем рассказывать? Мы сегодня будем рассказывать про наших замечательных больших рыб в лице антропика, мистраля, гугла, опен-AI, алибабы, нвидиас, даже причем самсунг вы включили в большие рыбы, а еще немножечко перплексити и стабилити AI. Также, естественно, вас ждет рубрика «Что еще?» с остальными новостями из мира AI, немножко законы и порядка, науки и техники и, конечно же, этика конфетика. Шикарно. Я еще думал, в этом выпуске, может быть, даже сделать рубрику «Слухи недели», потому что у нас будут сегодня даже слухи. А еще, почему-то каждый раз, когда я читаю рубрику «Что еще?», мне хочется либо ее переименовать, либо следующей рубрикой сделать какого-то. Я не знаю, что скоро осталось. По-моему, было больше. Созвучно, да. Сценарий наш сегодняшний называется «Модельный», потому что дофига моделей будет. Какие-то две недели вообще были модели, просто как грибочки повлазили. Но перед тем, приступить к новостям, давай расскажем, благодаря кому мы делаем этот замечательный подкаст. Благодаря нам с тобой. И... А еще благодаря NJX. NJX – лучшее сообщество для тех, кто хочет расти как инженер. Да, действительно, если вы инженер, а у нас большинство аудитории инженерные, поскольку мы тут все-таки с уклоном в программирование новости зачитываем, то обязательно сходите по ссылочке в самое первое в описании, познакомьтесь с нашими корешами, NJX. Ну и пройдите опрос, там буквально четыре вопроса, после прохождения которых вам порекомендуется дополнительный материал, который можно будет пройти и прокачаться в инженерии вместе с AI, потому что NJX – это отличное место для изучения всех возможностей AI. Так что заходите и себе полезное сделайте, и подкаст таким образом тоже поддержите. Да, а если вдруг вы не понимаете, как именно прокачаться в AI, то вы можете пройти простой бесплатный тест на несколько вопросов, которые посоветуют вам релевантные курсы. Ссылочка будет на описании. Ты серьезно? Ты вообще не слушаешь, что я говорю, да? Я отвлекся на чат. Типа Алексей говорит, проведите тест на четыре вопроса и получите рекомендации. А еще проведите тест на четыре вопроса. Я понял тебя, Виктор. Вот так вот, да? Вот так все раз. Вот на пол чата, понял? Сорянчик, я чат зачитался. Ну еще, повторение, мать учения, да. Видите, тест настолько хороший, что и я, и Витя про него асинхронно рассказали. Да, да, да. Ладно, давай, короче, к большим рыбам. К большим рыбам. И начнем в этот раз не с Open, и даже не с Microsoft, а с Antropica. А точнее, даже не только с Antropica, а с Antropica и Амазона. Потому что Амазон в лица AWS инвестирует не просто 4 миллиарда, а еще 4 миллиарда в Antropica. Всего будет 8 миллиардов инвестиций. Второй раунд. Ты не услышал моего Язя? Нет. Серьезно? Серьезно. Я вообще удивился, что все в чате Яз пишут. В смысле, я сделал вот так? Яз! Когда? Блин, ты не слышал? Нет. Очень странно. Может, меня шакалит сейчас? Потому что у меня интернет странно. Я шакалит. Возможно, тебя этот самый, ну, короче, который забрежет. Не знаю, я так смачно прокричал Язь, а ты такой дальше рассказываешь, думаю, блин, офигеть, Витя, конечно, обиделся. Ну да, ну, Antropica, Antropica, AWS. Ну все, Antropica продались. Ну, типа, они продались, а теперь AWS официальный основной облачный партнер. Я бы сказал, главный облачный партнер 8 миллиардов. Это, это Microsoft, OpenAI, по-моему, сколько, десятку туда вкинули? 11. То есть они почти как Microsoft на начальных этапах в Antropica проинвестировали. Там уровень инвестиций сходится. Ну, что можно сказать? Молодцы. Я не знаю, приведет. Делали, взяли второго крутого игрока рынка и при этом мне нравится AWS тем, что они вообще не раздербанивают этот Antropica на какие-то сервисы для разработчиков. Они его просто офигачат в свой бизнес-сектор, то есть свой, как он у них называется, AWS. Ну, короче, AI-сервисы свои полностью строят, в том числе на Antropica. Badrack, по-моему, у них. Badrack, точно. В Badrack все модели основные антропиковские доступны, даже самые новые, прям очень удобны. Ну и то, что они будут оптимизировать собственное железо, под то, чтобы модельки Antropica лучше обучались и крутились, тоже хорошая новость. Может, мы в скором времени таки увидим тот самый Opus 3.5, который все никак не покажет. Может быть, может быть. Ну, знаешь, что у Antropica было самое, наверное, на этой неделе мозговзрывное в среде разработчиков? Что же? MSP. MSP. это мобильные, сервисные протоколы. Вот, кстати, последнее слово, да, ты угадал, молодец. Это Model Context Protocol. Открытый протокол доступа LLM к внешним источникам данных, к базам данных, к ГИТу, к Google Doc'ам, даже к Google Maps. То есть, короче, ребята из Antropica просто выкатили протокол, сказали, вот, таким образом можно удобно общаться, настраивать общение между моделью и базой данных. Нам надоело, что все это делают через свой мопед, мы выкатили мопед, который могут все использовать и улучшать. Ну, там, архитектура достаточно простая для разработчиков. Есть, условно, клиент, который выступает моделью, под капотом, у которого модель крутится. Есть Middleware, его называют MSP-сервер, который является адаптером к какой-то базе данных. Antropica сразу выкатили дофига реализации этих адаптеров для кучи разных серверов, сервисов, и для PostGray, для SQL, MySQL. Не только база данных, еще и Google Maps, еще и Google Docs, и Slack. В принципе, к любому источнику данных эти сервера можно писать, и уже многие написаны на разных языках программирования, можно пробовать. Они показали примеры, как это использовать, это прям прикольная штука. Базовый пример, который у них в инструкции есть, они там подключаются через Cloud Desktop, десктопная версия Cloud AI, подключаются к этому. господи, не GitHub репозиторию, а к SQLBus данных. Ну, в принципе, это очень простой кейс, но показывает, как это делать элегантно. У них там написан сервер свой, а второй пример, на видео, как их SEO, просто подключается к GitHub репозиторию через Cloud Desktop, в том числе благодаря MSP, создает репозиторий. То есть ты можешь не только данные выкачивать, ты еще должен взаимодействовать через этот протокол. Короче, заявочка крутая. Если эту заявочку подхватит OpenAI, это будет просто пушка-бомба. Я не верю в то, что OpenAI ее подхватит, они же все-таки конкуренты, но если бы подхватили, это был бы классный шаг вперед на пути коллаборации крупных компаний. Потому что они подключились к реализации этого протокола? Ну, чтобы они хотя бы официально анонсировали, что, например, этот чат G5 десктопно его поддерживает. Это уже было бы достаточно. Да, было бы круто. Потому что там много крупных игроков уже его реализовали у себя. И в Z-Aidee оно есть. И в Cursor, по-моему, его сейчас довозят. Sourcegraph, есть такая популярная туза. Reptile, Apollo. Много чего уже это все повнедряло. То есть ребята подхватили. Ну, вот прям крутую нишу нашел антропик в очередной раз, которая болела. А нужен ли после этого рак? Как думаешь? Нет, так это ж не про рак. Рак это про то, как... Ну, как будто бы одинаковые задачи решают, нет? Нет. Рак это Retrieval Augmented Generation. Это механизм, который позволяет тебе доставать релевантные твоему запросу данные. Угу. Там есть разные реализации, но в основном данные берутся, кладутся в векторную базу данных, и вектора сравниваются, в итоге ты пишешь prompt, и у тебя рак-механизм помогает этот prompt обогатить релевантными ему данными. Да, а здесь как? А здесь это транспортный уровень. Это типа, это... MSP может быть транспортом к рагу. То есть ты через MSP-сервер можешь обратиться, например, к какому-нибудь, не знаю, к какому-нибудь гитхабу, гид-репозиторию, а у этого гид-репозитория может быть уже дальше свой механизм рак, который под твой запрос будет еще лучше подбирать данные. То есть оно одно другому не мешает и вообще не конкурирует. Одно транспорт, второй механизм для получения более релевантных ответов. Как-то так. Вот. Поэтому, блин, антропики молодцы, в очередной раз показываю, что вот они прям за практику. То есть они не за хайп, они прям какие-то практичные вещи выкатывают. Да, и при этом все равно достаточно неплохо справляются с хайпом, кстати. Ну, да, да, да. Что тоже круто. Все так. И многие полезные вещи делают. Например, вот лимиты убрали на количество API-запросов. О, это вообще минимальные лимиты. Это минимальная новость, в смысле, минорная новость совсем. Они заменили дневные лимиты на лимиты в минуту по токенам. Но эта новость говорит о том, насколько они обращают внимание на фидбэк разработчиков. Потому что у них практически единственных эти лимиты были, именно дневные, что очень мешало в API-шке разработчикам. Они просто выкатили, сказали, пожалуйста, используйте. Короче, молодцы. Антропики, не зря они теперь первые в больших рыбах уже, чуть ли не каждый выпуск. Но, кроме того, что они API-шки свои улучшают и всячески двигают разработку, у них еще и есть и Клоуд, в смысле, не модель, которая, а сервис, чат-сервис, Клоуд и я. Там тоже было много изменений. Что ты про них думаешь? Думаешь ли ты про Клоуд по вечерам? Думаю, что выглядит так, что это скорее попытка нагнать функционал чат-GPT, на мой взгляд. Ну, смотри, что там появилось, да? Преднастройка профиля. То есть, ты можешь дозаполнить свои данные о себе, какой-то задать, там, промптик и прочее, и Клоуд будет знать, кто ты и будет учитывать. То есть, то же, что есть, по сути, в OpenAI, в чат-GPT тоже можешь свои данные про себя добавить. Стилистика ответов. Ладно, наверное, этого уже нет в чат-GPT. Этого и не было в чат-GPT. Этого и не было, да. Ты можешь выбрать стилистику ответов. Она там есть разная, предустановленная, формальная, типа, там, краткая и так далее. Ты можешь еще задать собственную пользовательскую стилистику, и он в этой стилистике будет тебе отвечать. И что еще интересного? Работа с файлами из Google Doc'а, это, по-моему, как раз-таки есть в чат-GPT. Да, есть, есть. Ну, это же неплохо, что они догоняют OpenAI по интерфейсу, потому что, откровенно, Клод проигрывает только по интерфейсу OpenAI. Больше он ни по чем не проигрывает. И то, проекты их, они во многих аспектах сильно более юзабельные некоторых юзкейсов, чем GPT-сы. Типа факту, одно аналог второго. Поэтому я бы, ну, я бы, я вообще не рассматривал это как что-то плохое, типа, нагнать OpenAI. Наоборот, они расширяют свой функционал полезными штуками. Работа с файлами из Google Диска, это имба. Многие это используют. Я еще удивился, когда узнал, что на Enterprise подписки, это самая мажорная их подписка, у них даже есть интеграция с GitHub-репозиториями. Ты можешь прям подключить репу и конкретные файлики из репы подключать. Это просто про удобство. Со стилистикой ответа там прикольно. Там есть преднастроенные, как ты правильно сказал, а те, которые сам ты задаешь, я сначала думал, что ты просто туда закидываешь условно там 25 своих постов и они используются. У меня есть, например, GPT, который мне генерит вот таким же образом условно мои посты. Некоторые. Я туда закидывал просто в кастом-инструкцию свои посты, он оттуда стиль выдирает. А клоу-то они пошли чуть по-другому. Ты им закидываешь пример текста, они его обрабатывают и сами делают промт, который настраивает чат под эту стилистику. То есть они не используют этот текст, они на основании его делают промт со всеми промт-техниками их своими и потом ты этот промт можешь подкручивать. Я там пытался, там забавные юзкейсы есть, я попытался поизгаляться, я такой думаю, хм, хочу стилистику, чтобы в G-Sony всегда отвечала. Пока не получилось, пока не получилось, надо что-то подкрутить, но вообще прикольно, да. Можно же не просто там, чтобы как Пушкин отвечал, а не знаю, отвечай мне, только там, брейнфаком пиши мне. Почему нет-то? Почему нет, да, я хочу брейнфаком, хочу XML-ом, чтобы ты мне отвечал, ну вот. Либо шифром Enigma. Так что прикольно. Я рад, что Клода, я и развиваю свой функционал. Я не рад, что придется опять подписку покупать. Заколыпался. Не обязательно на все покупать подписки, Леша. Не обязательно. Ну вот, да. Я чисто по секрету скажу. Вот, да, есть люди, которые позволяют это делать. Например, про них мы можем дальше поговорить. Про Мистраль? Давай про Мистраль, да. Не очень понимаю, как Мистраль позволяет покупать подписки тебе, но... Нет, бесплатно. Он позволяет верить в то, что есть еще нормальные продукты, которые позволяют нормально пользоваться собой бесплатно. И тогда с этого и начнем. бесплатный летчат от Мистраля. Ну, пока что бесплатный, по крайней мере, скорее всего, он монетизируется. Да, но он в это тестирование... У них появилось много чего прикольного. Во-первых, он научился искать в интернете. Кстати, это то, чего в Клоде до сих пор нет. В Клоде нет веб-поиска. В Летчате, пожалуйста, есть. Потом, потом появилась интеграция внезапно с Black Forest Labs. Ну, что в дезапно? С ними уже игрок интегрировался. Ну, игрок интегрировался, да. И вот на самом деле та ниша, которую в свое время про это самое ламиджорни, на мой взгляд. Потому что они вполне могли бы интегрировать свои API, которого у них до сих пор нет. вот, но тем не менее, теперь Летчат рисует картинки через Flux Pro. Потом научились работать с большими PDF-ками и изображениями, анализировать изображения. То есть, по сути, что-то вроде мультимодальности у них появилось. Ну, там, да, что-то типа. Вообще, да, еще они канвас запилили, причем собрали его полностью с чата GPT. Короче, ребята вообще не парятся. Они взяли одним здоровенным мажорным обновлением, по факту приблизили себя там на 90% к чату GPT. Потому что до этого Мистраилевский или Чат, это был просто чат с их моделями. Не сильно интересно. Обычная песочница. А сейчас ну, я туда реально захожу, потому что у них модели стали достаточно неплохие с их там Мистраил Лардж 3 и с новыми моделями. А во-вторых, это все бесплатно. У тебя бесплатно поиск работает, у тебя бесплатно канвас, у тебя бесплатная генерация изображений. Они говорят, что пока это бета-тестирование, но это бета-тестирование уже полгода длится. Ну, вообще любота. Да, класс. Мистраил, короче, в этом плане молодцы. И вообще, Мистраил еще моделей не выпускали за эти две недели. Ты уже упомянул, что они распознают PDF-ки изображения моделькой Пикстраль Лардж. Это их новая модель. Она мультимодальная. Она построена на базе другой модели, которая называется Мистраил Лардж 2411. Собственно, на 24 ноября 11 месяца было обновление Мистраиля Лардж. Вот они сделали на основе этого Пикстрал. Пикстрал работает прям хорошо. По бенчмаркам его даже сравнивают в обработке текстов и изображений с последним 3.5 сонетом, с Gemini, с G5, с 4. Она не открытая. Она опенсорсная. Опенсорсная модель. Да, что удивительно, потому что последние эти модели они закрытыми выпускали. Они выпускали Мистраил Лардж. Первую и вторую закрытые. Остальные модели у них были открыты. Но большие модели они действительно, да, закрывали. А тут ни с того, ни с сего. Пикстраль Лардж взяли и открыли. Все тоже этому удивились. Но это развесистый шаг. Я думаю, ему кто-то бабок сейчас там отсыпает нормально за то, чтобы они опенсор двигали. Возможно, они на фейсбук смотрят. А с Мистраилем Лардж 2411, с которого и слепили Пикстраль Лардж, вообще все очень интересно, потому что она появилась тоже на Хаггин Фейсе. И вот тогда начали в Реддите кричать, типа, нефига себе. И Пикстраль появился, и Микстраль. Да, ну примерно в одно время. И начали разводить слухи, что, а что это случилось? Типа, Мистраил Лардж модели всегда закрытыми делала, а тут открытыми. Короче, никто не понимает, что случилось, ждем новости, но этот Мистраил Лардж 2411 уже крестили Мистраил Лардж 3, хотя это не сильно правильно, потому что это к факту доработанная Лардж 2. Но тут два варианта. Либо им бабок отсыпали, они идут в Open Source, как в Facebook, либо у них там внутри компании уже есть какой-нибудь Мистраил Лардж 3, который сильно на голову выше, и который они скоро покажут, он будет закрытым. Скоро узнаем. Ну да. Так что молодцы. Ну и еще из минорных обновлений, у них же своя опишка есть, она называется La Platform. Мне так нравится, что они это, как любой фанат Тарантино, мне кажется, ликует в эти моменты. Они французы, видите. Кстати, послушай, они французы. Ты знал, что Hagen Face тоже французская компания? Нет, вот не знал. Я вот тоже удивился. Оказывается. Оказывается. В общем-то, Мистраил еще завезли Batch API. Это штука, которая позволяет пачками слайд-запросы с негарантированным временем обработки запросов. То есть, отправил там тысячу запросов и тебе, точнее, там есть гарантированное время, но оно не, оно сильно растянуто. Словно, за сутки мы тебе обработаем их. Таким образом, можно сильно удешевлять работу модели, работу API-шки, вплоть до двух раз. Поэтому, если ждали, вот попробуйте. Вообще, в Мистраиле хорошие модельки. Как для Open Source вообще замечательные. французы, блин, хоть модели научились нормально делать. Еще и наши, европейские. Ну, у меня к французу, как ты знаешь, да, я знаю, что ты не любишь францию. французы отношения, но в плане... как минимум, из-за хаджин-фейса, мне кажется, должен любить теперь чуть больше. Мне кажется, это обман, это заговор. Знаешь, мы сделаем здоровенный продукт, у которого будет аватарка обнимающегося смайлика, но, когда вы приедете к нам в страну на машине, вы ощутите всю нашу, в кавычках, любовь к людям на иностранных номерах. Если кто не ездил по Франции на иностранных номерах и хочет адреналинчику, вот прям очень советую, это незабываемый экспириенс, я там 2000 километров проехал, больше не хочу. Ну, что ж, зато там, говорят, на юге очень красиво. Кстати, да, как это там называется на юге, эти белые скалы ответственные, забыл, как называется этот регион. Не, не очень шарик. Трансильвание это в Румынии. Короче, кто знает, то знает. На, вот туда надо доехать. Ну, что, перейдем к гуглу. Давай, гугл тоже не отстает от чата GPT, между прочим, и догоняет его по функциональности в своем гемине и вообще по всем параметрам. Теперь там тоже есть функция памяти, прямо как в чат GPT, только работает она немножко по-гугловски, скажем так, чуть-чуть. То есть, если чат GPT сам запоминает, ну, старается сам запоминать в нужные моменты, обновляет память, это даже прикольно работает, то здесь надо явно попросить, запомни вот это, пожалуйста. Я тут, конечно, твой сарказм вообще не разделяю. Я считаю, что вот эта новость, это лучшее, что делал гугл, чтобы у тебя есть нос, OpenAI. Потому что каждый раз, блин, на воркшопе, когда я показываю людям, как с GPT работать, с чатом GPT, каждый раз я не открываю вкладку memories, потому что я знаю, что эта собака там сохранила какую-нибудь лютую срань из моих личных переписок. Типа помнишь, я рассказывал эту историю, что я врач-сексолог, вот она же такое сохраняет. Да-да-да-да-да. Причем она когда сохраняет, она пишет, я сохранил, но ты забываешь. Так ты не рассказывай ей такое, Леша. В смысле, я хочу контролить то, что обо мне знают эти системы, поэтому мне гораздо удобнее самому прописать, запомни это. Я даже часть GPT пишу, часто запомни вот этот факт. Нет, я в части GPT тоже пишу, запомни этот факт, но мне нравится, когда он угадывает. Ну, я не знаю. У меня еще бывает такое, что он запоминает какую-нибудь фигню, которую, знаешь, я там захожу в чат и делаю какую-нибудь супер узкую задачу, которую я вот буду один раз делать и больше никогда ее не буду делать. Но она объемная, там, большая переписка, и он из этой супер узкой задачи нахватает в какой-нибудь херне. И потом надо идти прям и руками удалять то, что он там нахватался, потому что мне это в остальных задачах вообще нафиг не пригодится. Поэтому тут я всеми руками и ногами загуглал, большие молодцы, что не сделали. Я не побоюсь этого слова. Механизм автозапоминания информации. Мне он точно нафиг нужен. Не знаю, но из-за этого как будто бы чат живее получается, что ли. Он сам запоминает. А потом ты открываешь свой меморис случайно на митинге, да, на рабочем, и все. Это ж есть... Я даже где-то видел на рейд, что я еще история браузера открывал. Вот, это же как история браузера. Вы теперь, когда встречаетесь, там с половинкой на быстрых свиданиях, там на первое свидание с девушкой, с парнем вышли, вы теперь можете спрашивать у них, типа, покажи мне свой меморис, да, в чате GPT, чтобы замачиться. Ну, не люблю я такое. Ну, камон. Нет, нет. Короче, Google молодцы, мне очень... Молодцы. Я считаю, бучка. Ну, и, к слову говоря, почему-то только Google реализовали меморис. Только у Open.ia и у Google оно есть. Ни у антропиков, ни у MiStral, ни у кого больше меморис нет, хотя штука на самом-то деле полезная. И вообще да. Вообще да. Вот. Ждем на Le Platform, на Le Chat. Le Chat. Еще Google запустили вместе с Kaggle соревнования. Это такая новость для тех, кто любит поучаствовать во всяких кодовых, программерских штучках. Сейчас запускается куча новогодних адвентов, поэтому навряд ли у вас время будет. Но ни на одном из новогодних адвентов вам в итоге 50 тысяч долларов не подарят. А вот тут могут подарить. В общем-то, запустили соревнования по написанию и шахматного агента. Это DeepMind вместе с Kaggle сделал в честь того, что там какой-то юбилей по шахматному, там был, либо что-то там было, короче. Так что можете попробовать написать своего агента и побороться за 50 тысяч долларов. Конкурс продлится три месяца. Вот уже полмесяца он прошел и еще два с половиной будет длиться. Ссылочка будет в описании. Кстати, не все знают, слушатели, как оказалось, где искать ссылки. Ссылки всех новостей, которые мы рассказываем, есть в описании подкаста либо видео. Да, ребят, вы посмотрите, там столько ссылок обычно, необычно, а каждый раз там миллион просто ссылок. У меня Ютуб постоянно ругается, что я эти лимиты перебираю, там 5000 лимит на описание, 5000 символов мы постоянно перебираем, приходится сокращать. Так что да, обращайте внимание, пожалуйста, на описание. Обращайте внимание на описание лучше, чем OpenAI обращает внимание на Soro, потому что следующая новость как раз про OpenAI и про Soro. OpenAI зарелизил Soro, но с нюансами, скажем так, с нюансами зарелизил. Дело в том, что... Как Яндекс в свое время. Типа того, да. Дело в том, что в какой-то момент на Hedge and Face зарелизилась опишка и люди утверждали, что это Soro. И судя по тому, куда эта опишка вела, она вела на сервера OpenAI и там генерировались видосы. Судя по всему, это действительно была она. Вроде бы, как легенда гласит, что это разгневанные юзеры, тестовые юзеры, которым вроде как давали потестить Soro бесплатно, а что-то вот они разгневались и слили эту модель в сеть. Естественно, OpenAI прикрыл моментально туда доступ, но кое-кто успел нагенерировать видосы, я их видел, и не скажу, что там прям какое-то вау, честно говоря, с теми же самыми проблемами, что и у всех конкурентов, когда стакан вдруг исчезает, там, руки ни с того, ни с сего, там, и прочее. Да, забавная эта история вся. Во-первых, я не понимаю, почему раньше этого не сделали. Наверное, среди художников, которым раздали доступ к Soro, просто не было идейных программистов, которые не сделали это раньше. Но это же отлично, у тебя есть ключик к Soro, почему бы не поделиться с народом? Во-вторых, сама история, это там, насколько я помню, в статье, которую я читал, которую, кстати, забыл нам добавить в сценарий, в статье написано, что действительно художники очень сильно начали протестовать о том, что доступ им дали, но не дают возможности творить. Типа, генерации мало, везде надо использовать этот водяной знак, нигде нельзя использовать, только вот свои идеи нам подавайте и больше нигде никуда. Поэтому тут тоже людей можно понять, ну типа, а нафига нам это надо, особенно, когда уже штук конкурентов вокруг, штук пять уже, не меньше. Так не надо, не пользуйся, что ты сливаешь-то, ну, тебя, кто тебя просил сливать? Да классно, но будет стимул опубликовать, ну что за фигня? Ну это некрасиво. А может вообще-то Альтман сделал, там вот тоже была теория, может-то пиар. Может, да, сригался, короче. Им же надо как-то поддерживать шум вокруг соры, хотя... Может быть. Действительно, вот ты говоришь, то, что они там показали, но там генерации, ну блин, клинк точно так же умеет. Раны Вэй точно так же умеет. типа на уровне всех конкурентов. То есть, кажется, будто бы физику он понимает, но понимает там с условной сотой генерацией, да? Ну типа того, да. Сколько это стоить будет непонятно. Ну, что ж. Это так забавно, уже столько конкурентов повыходило, а сора только, только утекла на полушишечки сеть. Уже выложите. Они же обещали после выборов ее выложить. Не раз говорили, что вот выбор и выбор. Все, прошли ваши выборы. Где ваш сора? Чего вы там телитесь? Блин, Сэм, ну что за фигня? Продай свою машину на сервера оплати, если денег не хватает. Ну камон. Но знаешь... Ты знаешь, чем меня эта новость порадовала? Эта новость меня порадовала тем, что сора все-таки существует. Потому что я уже в какой-то момент начал думать, что Altman просто придумал некую сору и тем самым забустил вообще людей сделать свои аналоги. Ну, кстати, тоже хороший... Представь, вот если бы я был бы Altman, и мне бы не хватало какого-нибудь приложения, не знаю, например, там, умного трекера покупок, да, я писал бы в Твиттер, типа, ой, Open.ia скоро выпустит умный трекер покупок. Через день бы другие бы конкуренты повыпускали бобтрекеры, я бы их качал и пользовался, и все. А уже же были такие прецеденты. Помнишь, был такой помощник для разработки, назывался Deviant, который буквально скопировали две недели, потом на основании открытого форка копии сделали просто мега кучу всяких инструментов, которые до сих пор живы, а где Deviant? Deviant'а больше нет. Может быть, и тут тоже девайон назывался. Девайон назывался. пока сделают open-source нормальный, который генерит видео, потом у него себе заберут. Просто форкнут, да, форкнут. Скажут, вон скоро, все, пожалуйста. Там все равно черная коробочка, конечно, не покажешь, что подпускали. запрытая модель, Soto, новая Soto. Можно так и далее 4 выпустить на флагсе? Так можно уже и этого EJai выпустить на индусах. Без негативных индусам. Кстати, а вот ты не задумывался о том, что 4O это ведь мультимодальная штука? Да, да. И она, по идее, должна рисовать картинки уметь. Как умеет, да. Ну, не она, а далее рисует. Далее рисует. А почему 4O не рисует? Нет, так у нее суть мультимодальности ж не в том, что она рисунки выдает. Суть мультимодальности в том, что она токенизирует эти... Суть ее конкретной мультимодальности в том, что она может на входе токенизировать текст и изображение и, соответственно, распознавать текст и изображение. А выдавать на изображение не может? Не обязательно. Не обязательно. Ну, окей. Ну, это не обязательно. Малори, Может, это еще одна штука, которую мы ждем от OpenAI? Нет, конечно же. Пока что я вообще не видел каких-нибудь мультимодальных сеток, которые могли бы еще и рисовать сами. Обычно все рисуется чем-то диффузионным на стороне, а мультимодалки просто генерируют промпт для рисования. По-моему, ни у кого нет. Ну да, кстати. Мультимодальность — это токенизация разных типов данных на входе в данном случае. Вот. Но есть и хорошая новость о OpenAI. По-моему, в прошлом выпуске про это не говорили. Они офис в Париже открыли. Почему это хорошая новость? Ну, это хорошая новость, потому что они таким образом... Для Парижа хорошая новость. Для Европы в целом. Они таким образом дали понять, что для них Париж котируется как центр европейского ИАЯ. Ну да. Ну и Хаджин Фейс, и Мистраль все-таки оттуда. Это новость, из которой я и узнал, что Хаджин Фейс тоже французский. было открытием. Ну, блин, классно. Ну что ж, поговорим тогда о твоей любимой рубрике о слухах. Любимая прям. Ну давай, поговорим. Че там? Бабка нашептала. Бабка нашептала. Ну не то, что бабка нашептала, есть некоторые маркеры, скажем так, того, что, возможно, OpenAI хочет сделать свой браузер. Так. Что это за маркеры? Они наняли чувака, который занимался разработкой Firefox. Я думал, маркеры Цукербергера. Маркеры Цукербергера. Дарин Фишер. Я, кстати, думал, что это девушка сразу, но нет, это парень. Он занимался разработкой Firefox, хрома, и работал в The Browser Company на Darkom. А еще... Это локальная шутка. Да, это слишком локальная шутка, Леша. Окей. А еще наняли Бена Бутгера, бывшего руководителя команды Chrome. Ну Бена они полгода назад наняли, но вообще... Ну то есть зачем нанимать таких чуваков, да? Ну да. Ну а зачем ему браузер, объясни мне? Такое ощущение, что они пытаются везде приткнуться. Вот... Зачем им Джонни Айв? Ну, типа, я ничего уже не понимаю. Ну а ты видишь вот эту вот связь между тем, что они делают поиск, и это должно быть тоже одним из камушков в сторону разработки браузера. Я вот этого не понимаю. Почему люди связывают поиск с браузером? Только потому, что у Гугла, типа, есть Google Chrome и поиск, так они, извините, никак не пересекаются, кроме того, что у вас по умолчанию поиск в Google Chrome гугловый. Почему люди связывают поиск и браузера? А я вот этого не понимаю. Не очень понимаю. Вообще не понимаю, почему они это связывают. Тем более, что у OpenAI все-таки поиск на базе Bing'а работает все еще. Не забывайте, пожалуйста, об этом. Кстати, надо проверить. Может быть, они что-то уже подкрутили к серчу? Я не знаю. Не, писали, что на Bing'е. На Bing'е? Обидно, что там команда трех раз разваливается. Но я надеюсь, что все нормально не будет. Над чем ему еще осталось поработать из существующих движков? Понятное дело, либо над этим, над Safari, либо над Edge'ем. Safari'ем не позвали в Apple, поэтому будет Edge пилить для Microsoft'а новый. При том, что и Safari, и Edge на веб-ките как бы тусуются. Возможно. Они же там все вместе общаются, вся эта тусовка AI-энтузиастов. Может быть, они перехайрили Дарьана Фишера, чтобы составить конкуренцию тому самому будущему браузеру The Browser Company, который, помнишь, мы обсуждали второй браузер. Может быть, да. Может быть, он ничем не занимается в OpenAI, и они его просто наняли. Просто чтобы... Да. Просто чтобы сделать. Как в Кремниевой долине. Помнишь, там были чуваки, которые на крыше сидели? Да. Да, контракт отрабатывали. Вот. А второй слух связан с тем, что нам уже сто лет назад так показали, как история с теми салфетками, на которых рисовали, интерфейсы делали. Вот нам салфетки эти показали, только через год выкатили функционал. То же самое и тут. Помните, нам показывали, что ты запускаешь приложение куча GPT, открываешь... Точнее, открываешь фотоаппарат, видеокамеру на своем телефоне... Фотоаппарат, блин, в помни лет. Открываешь в телефоне свою камеру и наводишь на цветок, и тебе чат GPT говорит, что это за цветок. Потом переводишь на жучка, и он сразу тебе говорит, что это за жучок. Я уже и забыл о таком анонсе, честно тебе скажу. Я тоже забыл, пока не прочитал этот слух. В общем, там чуваки. Есть, в общем, чуваки-энтузиасты, которые каждый релиз мобильного приложения декомпилят и смотрят, что там в коде есть, даже вот в этом супернепонятном виде. И в итоге нашли в интерфейсе упоминание, что там впиливают лайфкам. Там появились некоторые теги в интерфейсе, в которых прям прописано, что вот тут лайфкам такой, тут лайфкам такой, тут лайфкам третий. Соответственно, наверное, приложение готовят к тому, чтобы потом просто каким-нибудь фича-флагом включить эту функцию. То есть у нас уже новое приложение, ее поддерживают. Значит, нам, возможно, до конца года ее покажут. Честно говоря, когда я эту новость читал, там так и было написано. Слухи. Open AI скоро раскатит лайфкам. Я подумал, что у них сольный фанс какая-то интеграция. Я тоже, кстати, об этом подумал. Было бы неплохо, да? Да-да-да. Но нет, но нет. Ну вот такой слушок. Ладно. Знаешь, что может быть лучше, чем слухи про очередные новинки Open AI. Новый убийца ОВАН? Да. Очередные убийцы Open AI, которых за эти две недели просто было немеряное количество. Ну что? Хочешь, я начну. Хочешь, ты начни жаловаться на все это безобразие. Да давай, ты начни, а я продолжу. Ну давай. Да, Алибаба. Алибаба внезапно подумала, что мы сейчас просто бабахнем нафиг всю репутацию Open AI, и выпустила аж две модели, которые, по их мнению, умеют в вот этот вот reasoning, test time, computing, как его еще называют, в общем, думать во время выполнения, так как это делает О1 во время инференса. Соответственно, первую модель, которую они выпустили полторы недели назад, назвали они ее марка О1, не заморачивались, так как это Алибаба. Прямо очень по-китайски, кстати. На европейский же рынок. В общем, выкатили они ее, прямо рассказали, что там с помощью специального метода Монте-Карла, через построение дерева решения все это работает. По бенчмаркам своим они сказали, что это примерно уровень GPT-4O с О1, в принципе, даже не сравнивали. Ну, то есть выкатили, там даже модель самой не показали и весов, просто работу научную выкатили, что вот смотрите, опенсорсную модель можно сделать такой. Ребята где-то там нашли эту модель, как-то получили доступ, какие-то бенчмарки выкатили, в общем, никого она не удивила. А вот пару дней назад Алибаба решили, раз это не удивит, то мы добьем до конца и выпустили новую версию Queen. У них семейство Queen 2,5, которая самая мощная модель, опенсорсная для программирования и в целом опенсорсная, самая мощная модель на сегодняшний день. Queen 2,5, Queen 2,5 кодер. Так вот, они взяли эту Queen, как-то ее там дообучили, уж непонятно, то ли FineTune, то ли переобучение, то ли еще что-то. И выпустили ее новую версию, называется она QVQ, на 302 миллиарда параметров моделька, то есть на моем новости тоже запускается. и эта моделька реально, ну вот прям, прям все от нее в шоке. Reddit просто горит огнем, потому что она реально вот думает так же, как у один, отвечает не так же качественно, но сам процесс думания, вот ты прям пишешь ей вопросы, она может там три минуты тебе ответ писать, четыре минуты ответ писать, причем консистент недостаточно. И она доступна, ты ее можешь прям скачать, себе на ноту попробовать. Вот это прям порвало народ. Я прям тоже вот скачал, все скачали, мои знакомые, все радуемся, тестируем, потому что это просто бесплатный путь посмотреть, как работает ООО1 без ограничений, без лимитов вот этих дневных, без дорогих API-запросов. Очень круто. Я не думал, что мы доживем до момента, когда ООО1 буквально через три месяца будет скопировано опенсорсом и Алибабой. Пусть и не такой мощный, но офигенно. Китайцы рулят? Китайцы рулят. Там еще забавный, я просто расскажу про это, не могу не рассказать, есть канал Дениса Ширяева, возможно, он даже слушает Дениса, если что, привет. Называется Денис СексиАйТи, он буквально сегодня выложил свой эксперимент с этой моделью, он, короче, запустил ее через ЛМ-студию, написал ей промт, типа, говорит, ты ЛЛМ-модель, ты предсказываешь следующий токен и умеешь хорошо это делать. То есть, ввел ей вводное, чтобы она про себя знала. А дальше он ей написал, объясни мне, как ты предсказываешь следующий токен, но сделай это так, как будто бы ты не знаешь, какой следующий токен. То есть, не выдавай мне следующий токен, а потом его объясняю, а объясни, как ты предсказываешь. То есть он ее заставил зациклиться, потому что для того, чтобы объяснить, как она предсказывает следующий токен, она должна предсказать токен, но этого делать нельзя. И эта модель ушла у него, пост приложим, там спины есть, она ушла просто в диалог на минут 10, на просто 10 минут ему отвечала. Там все началось с того, что как это может быть, а я вот, ой, а я не могу так, мне надо обязательно предсказать. Короче, началось все с того, что она пыталась на эти обходные пути, а закончилась тем, что она ушла в какие-то философские мышления, и в итоге сказала, что, видимо, такие модели, как я, у них есть, типа, потолок мыслительного процесса, и вот я в него уперлась, и ничего с этим не могу поделать. Ничего себе, слушай, ну, зато сказала это в конце, потому что обычно в таких случаях модели начинают жутко галлюцинировать, выдавать там чуть ли не куски датасета с чужими адресами, там, как оно обычно бывает и прочее. Ну да, этот механизм reasoning, он прям прикольный, к нему надо привыкнуть, и он прям интересно работает, советую попробовать. Вот, и у нас еще одна компания, DeepSeek, это тоже китайская компания, и они, кстати, выложили первыми до Alibaba модель DeepSeek R1 Lite Preview, в которой тоже есть reasoning. Более того, она еще и по бенчмаркам нормально себя проявила, по некоторым, в основном по математическим, по олимпиадным задачам. По математическим, да, и по олимпиадным задачам кое-где догнало даже One Preview. Ну, собственно, 24-й год, конец, вот мы уже и наблюдаем, как Open Source просто на пятки наступает к Open Source. И тут непонятно, что на это сказывается, либо то, что, наверное, с двух сторон идет прогресс. С одной стороны, компании, в том числе китайские, научились, получили хорошую практику на основании тех работ, которые уже есть, научились готовить модели и включились в гонку. Но, с другой стороны, наверняка топ-тир компании типа Anthropica OpenAI тоже в какую-то стену преткнулись и как бы не сильно, не такой супербыстрый рост показывают, как это было между GPT-3.5 и 4.0. Вообще, да, вообще, ты же заметил, что как-то, то есть анонсов очень много разных, но вот таких вот громких уровня, не знаю, там, GPT-4 уже давненько не было. Так, а что дальше? Ну, что дальше? Дальше уже все, дальше уже замена ремоут-работников полностью. И все, и AGI. Ну, куда еще дальше идти? Ну, ждем тот момент, когда мы его проанонсируем, раз такое дело. Но я думаю, что будет быстрее, релиз ссоры или AGI? Я вот не знаю. Я думаю, тепловая смерть вселенной. Да, скорее всего. Да, скорее всего, релизница. Но, зная тенденцию с нашими подкастами, не удивлюсь, если ссоры релизница примерно вот через 20 минут как раз... Да-да-да, вот сейчас. Ладно, давай дальше по большим рыбам. Тоже, в основном, все новости про модели, не просто так, у нас модельный выпуск. NVIDIA выпустили тоже модельку прикольную, называется Fugato, и это моделька для генерации звуков. И вроде мы уже видели сервисы для генерации звуков, и модельки даже open-source, но они прям сделали step forward, в смысле шаг вперед большой, потому что их модель может, во-первых, делать звуки даже человеческого голоса, например, акцента добавлять. Она одинаково хорошо работает как с обычными звуками, типа, не знаю, сгенерирую мне удар молотка по железу, так и с музыкой, музыкальные звуки. И более того, она комплексные звуки генерит, даже которые не слышала, то есть которых не было вообще ничего. А это не та модель, которая может изобретать музыкальные инструменты новое, нет? Что-то была какая-то новость? Ой, нет, я не видел даже такой новости, не знаю. Может быть, она. Типа, сыграй, как будто флейт сделан из водосточной трубы, там чуваки писали что-то такое. Ой, нет, не помню. Ну, Fugato еще нету в доступе, это только анонс был, поэтому навряд ли это Fugato было. Напишите в чате или в комментариях, что за модель генерит музыкальный инструмент, тоже прикольное что-то. вот, Nvidia, как бы не железом, но моделями тоже туда двигаются. Да, молодцы. И теперь у нас моделями занимается еще и Samsung. Это хоть и не яйная большая рыба, но большая рыба из мира, просто из мира, скажем так, из мира всего. Из мира моделок. Из мира моделок. Да не только. Samsung спроектировал, между прочим, Burj Khalifa, самое высокое здание в мире. Серьезно, это Samsung? Да, это Samsung. Так что Samsung много чем занимается. Ты заметил, что мы Samsung уже второй выпуск ряда обсуждаем? В прошлый раз мы обсуждали их, этот, искусственный интеллект для мобилок, Bixby. Да, кстати, было дело. Да, они у нас были в что еще? Сегодня уже доросли до больших рыб. Да, уже до больших рыб. Молодцы, ребята. Вот что значит денежки заносить вовремя. Вая подкаст. Было прикольно, если бы еще Samsung бы достали, знаешь, так типа. У нас новая большая рыба, Samsung. Завтра будет Xiaomi. Послезавтра викинги. Короче. Зина. Что за Джойка Зина? Давай. Я, кстати, не слышал интеграции викингов. Интересно, жива ли еще эта игра. Ладно, не суть. Короче, Samsung представил новое семейство. Не новое, а просто семейство генеративных моделей под названием Gauss 2. Респект за названием. Возможно, кстати, был Gauss 1. Или Gauss 1. Был просто Gauss. Был просто Gauss. Но он там совсем проходной был, про него особо никто не говорили. Ну вот доступны аж три модели. Compact, Balance и Supreme. Модели поддерживают разные языки и несколько языков программирования. Вот. И, ну, естественно, хорошо знают английский и корейский, что неудивительно. Вообще, знаешь, вот это вот... Ну, они там еще, типа, быстрее работают, чем аналоги. Забавно, что... Ну, извините меня. Вот мы привыкли, что NVIDIA, там, или кем-нибудь топ-тир-компания Яйна, они там блоги у себя делают здоровенные, пост красивый, да? Либо делают конференцию Яйна, на ней выступают. А вот все вот эти анонсы Samsung, они приходят с каких-то битубишных, суперстранных конференций, которые вообще не про Яй, просто там собираются какие-то дядьки в костюмах, и очередной менеджер Samsung рассказывает про какой-то успешный успех. Вот, честно говоря, эта новость похожа, потому что они не рассказали ни про устройство модели, ни сколько там, каких параметров. Единственное, сказали, что Supreme – это Mix of Experts. Не рассказали... Что за формулировка, блин, что наш Гаусс-2 поддерживает от 9 до 14 языков? Это как, от фазы Луны зависит, или что это? И несколько языков программирования. Да, это, видимо, от настроения этого директора, да? Сегодня мы включаем вот такие языки, а завтра такие. То есть маркетинговый bullshit, вот. Поэтому что там на самом деле, и когда оно выйдет, и где оно вообще выйдет, непонятно. Может быть, Samsung в каком-нибудь будущем представит свой портал Яйна, где будет это все выкладывать. Но пока что это выглядит как просто, знаешь, сказать, чтобы про нас не забыли, чтобы просто нас слегка ассоциировали с этим Яйт-прэмтом, а то, что мы совсем ничего не выпускаем. Ну и часть, что они там заявляют, что они в полтора-три раза быстрее аналогов, я даже зачитывать не стал, потому что, естественно, никаких бенчмарков приложено не было. Это вообще... У меня больше всего вот это вот от 9 до 14 языков. Это что это вообще? В смысле вы... Или знаешь, они такие, давай посмотрим, на каких языках она работает. Пошли ее там опрашивать по языкам. Вот 9 поняли, а еще 5 просто непонятно, что это за языки, они просто неопределили. Не-не-не-не, они спросили, типа, у нее на какие языки, сколько языков ты знаешь. Она такая, ну, от 9 до 14, как пойдет. Ой, это смешно. Да, буквально сегодня по работе с ребятами разговаривали на тему того, что топ-модели давным-давно не обращают внимание на то, на каком-то языке программирования пишешь, если это язык из популярных, там из топ-10, например. Поэтому когда тоже пишут несколько... или не обращают внимания на нас с тобой? Мы женаты, Виктор. У нас самый лучший топ-модель. Поэтому и не обращают. Вот именно потому, что знаю, что не выдержит конкуренции. Ладно. Это мы так плавно подходим к чему? К следующим большим рыбам. Старелите яй, давно не вспоминали их. Они молодцы. Они выгребли из кризиса. Выгребли. Ну, вроде как. Ну, пока непонятно. Тут новостей о том, что у них все фигово нету пока что. Да. А анонсы есть. А анонсы есть, да. За анонсами они, в общем, stable diffusion 3.5 large с новым контролнетом. Контролнет — это настройка, которая позволяет контролировать аутпут модели. И контролнеты эти прикольные. Там три контролнета разных версий. Blue, Recandy и Deep. Или Dips. Ну, глубина, короче. Depths. Depths. Blur что делает? Он делает upscale изображение до 8-16К. Причем, посмотрите, посмотрите, как это выглядит. Ну, реально круто там. Я не знаю, как они рисовывают. Есть стартап у Дениса Ширяева, у Дениса XCity. Он на мне заносил. Но у него стартап с этим связан. У него стартап не Airlove. Они как раз-таки делают всяческие штуки, в том числе upscaling. Я до момента недавнего вот ими пользовался. А сейчас такой посмотрел. Ну, там до 8-яка из такого, извините, меня рожна это все upscaledется, что я прям аплодирую стоя. Большие молодцы. Как ты думаешь, что делает Кенни? Кенни, наверное, что-то с банками и консервными. Я думал, от слова Кен, типа банка. От Кенни Уэст. Нет, Кенни, да. Кенни, видимо, как-то с границами связано, потому что я уже не первый раз вижу инструмент с таким названием, который использует карты границ для генерации изображений. Это, если простым языком объяснить, вот есть там иллюстраторы, которые просто набрасывают контуры своего изображения какого-нибудь, а потом уже его анимируют, что-то дорисовывают. Тут то же самое. Набросал контуры, и по контурам тебе сгенерировалась классная картинка. И Депс, Депс, Джонни Депс, в общем, это использование карт глубины. Это уже для профессионалов. У тебя есть какой-то негатив с картами глубины. Негатив уже, наверное, как раз-таки в пленке и показывают карту глубины. Да, по-моему, да. То есть можно из таких штук генерировать изображение. И все это бесплатно, то есть даром. Вот ребята, которые жалуются, что у нас много воды, могут использовать карту глубины для того, чтобы определиться. Определись, в каком выпуске воды будет Нет, карта глубины это наши тайм-коды. Которые мы все еще надеемся, вы начнете писать, потому что старые подкасти уже старые два года. Знаете, мы свое время знаем, уважаем. А когда вот серьезно, ты когда произносишь модель под названием Блюр, у тебя не играет песня в голове? Я во-первых не слушал группу Блюр? Ты не слушал группу Блюр? Типа целенаправленно? Нет, я знаю, что это есть, наверняка у меня плейлисте какие-то их песни были, но я даже не знаю, как они называются. Когда у них песни было? Ну, сон, кто самый известный. Напой, как я ж не знаю, что заодно. Подожди, да я найду тексты. Да, вот это, вот это. Да. А, я не знал. Прикольно. Не знал. Не, я думал, что ты с порошком блюда, буря, буря. Нет, это Eiffel 65. Ага, отлично. Ты же знаешь, что I'm blue это английское выражение, которое значит я грустный. Я грустный, да, конечно. Поэтому забавно, что когда Каспаров на IBM компьютеру проигрывал, компьютер назывался Deep Blue. Это шутили. Что была глубина, а стала глубокая печаль. Глубокая печаль. А вот знаешь, глубокая печаль меня тоже посетила, когда я увидел следующую нашу новость. Почему? Потому что потому что у нас этого нет, Виктор. Короче, новость в чем? Perplexity начнет, придумал себе еще одну модель монетизации, помимо того, что они чаржат за подписку немалые деньги, помимо того, что они сейчас будут пихать рекламу, до конечащие, еще и будут получать себе отчисления за то, что будут продавать вам товары. То есть Perplexity теперь будет предлагать вам купить товары прямо внутри сервиса. То есть вы что-то будете искать, купить, не знаю, Tomogocci, и они будут сразу подсказывать, что вот Tomogocci можно прямо здесь купить, нажав кнопку купить. Естественно, только в США. Ну, потому что там это проще раскатать наверняка. Слушай, я на самом деле от этой фичи просто в афике диком, потому что это настолько необычный юзкейс использования поиска для монетизации. Они, причем это сделали, по крайней мере, рассказали про это, очень грамотно они это делают. Они, доставка бесплатная, если ты заказываешь через книжку, доставка бесплатная. То есть и там показывали скрины, как ребята делают эти заказы, там доходит до того, что Perplexity сам чуть ли не автоматически может товары покупать, если понимаешь, что они тебе нужны. Ну, действительно, это не надо там, это знаешь, никак в гугле ты зашел, вот эти вот выдалось тебе карусель с Алиэкспресс, а потом пошел на Алиэкспресс, что-то там 25 движений, вот ты что-то купил. Нет, ты реально загуглил товар, дай мне самые лучшие газонокосилки в моем регионе. Тебе выдались эти газонокосилки сразу под каждой кнопочку купить. Ты нажал и главное, чтобы карточка была прикручена. Это главное, да? Это же офигенно, это суперудобный юзкейс UI. Я в афиге, почему Google так не делал, почему никто так не делал, это же очень круто. Это настолько ближе делает для тебя товары. Ну, да, да. Наверное, знаешь почему? тратить еще больше денежек. Ну, ладно, тратить. Я думаю, я думал, почему такого не было в гугле. Я пришел к мысли, что в гугле ты, когда запрос пишешь, тебе все равно выдается информация сайта, она не полная. Поэтому тебе, чтобы принять решение о покупке, все равно надо сходить и посмотреть. В перплексите же, так как это ЛМ, ты можешь спросить лучшую газонокосилку, тебе выдаст лучшую, потом попросить ее сравнить с другими, тебе сравнит, потом какие-то характеристики запросить, то есть ты, не выходя из поиска, узнаешь все характеристики про товар. И поэтому самый логичный шаг последним этапом купить этот товар и зачем переходить на страницу другую, если ты можешь это сделать прямо здесь. Слушай, будем честны, Гугл мог бы такое сделать, даже без всяких ЛЛМ-ок, но как товары они уже умеют парсить. У тебя в поисковой выдаче могут товары, как вот карточка показывает. Ну, без ЛЛМ ты бы заколебался писать эти парсеры для всех сайтов. Даже для самых крупных, там постоянно интерфейсы меняются. Они уже есть. Просто я думаю, что это не модель монетизации Гугла, они отлично зарабатывают на своей рекламе, они просто в это не хотели лезть. Может быть. Но я в офиге. Комиссионные. Перплексити молодцы. Я очень надеюсь, что мне удастся с ними поговорить в рамках хоть какого контента. Ну, супер, ребята. Кстати, да, они действительно наполовину белорусы. Да, да, да. Там два брата, один CTO, второй CIO, так что красавцы. Я просто. Молодцы перплексити. Вот мне, знаешь, тот редкий случай, когда вроде они делают поисковый движок, но потом навешивают какие-то функции, которые вообще к поиску не... Куда? Покупать товары? Что? А потом ты смотришь, как это работает на видосах и думаешь, блин, да ребята реально какой-то воркфлоу будущего изобретают. Вот я давно проходил суперкрутейший продакт-менеджерский курс. Мега крутейший. От Injects, я надеюсь? Нет, не от Injects. Ну, я уверен, что в Injects тоже есть. Наверняка, наверняка. Но я проходил в сторонней организации, скажем так. И вот я его прошел, и меня такие решения вообще не удивляют. Ой, Витя, ну вот начинается что за обесценивание? Порадуйся за пацанов, порадуйся, что они... Нет, я очень рад. Я безумно рад. Вспомнил Солик из Сео, когда он выступал на GitHub University. У человека свалилось просто все его ожидания и мечтания. Ну, я... Ну, это же отлично. И продукт хороший, и ребята хорошие. Продукт отличный, да. Если бы все продукт-менеджеры так могли бы делать, почему только перплексы столько часто сделали, а? Не знаю. Наверное, много плохих продукт-менеджеров. Да, перплексы хорошие. Вот ты, когда курс закончишь, ты говори, мы с тобой стартап сделаем. Я уже закончил. Можем делать. Давай делать. Накидайте нам людей. Да, ребят, все. Тогда всем большое спасибо. Большое спасибо, что были с нами. Мы вышли делать стартап. Вернемся, когда закончим. Спасибо. Все, пока-пока. Ладно. Что еще? И что еще? Компания Prime Intellect завершила создание первой децентрализованной модели под названием Intellect One. Причем капсом написано название Intellect 1. Как будто бы One, знаешь, вот этот знак просто кто-то хотел поставить, но промахнулся с шифтом. Короче, в чем прикол? Модель децентрализованная, живет на разных серваках, на разных континентах, и в Европе, и в Америке. Обучение модели было децентрализованное. Да, обучение, обучение. Да-да-да-да-да. И вышла в итоге модель на 10 миллиардов параметров, что в целом казалось бы как будто бы не то, чтобы дофига. С одной стороны, с другой стороны, для децентрализованной модели вполне себе прикольно. Таких мы еще не видели. Да, здоровенный шаг вперед. Сама модель не впечатляет пока, но в целом объединять кластера для обучения это прикольно. И, кстати, можно даже самому стать членом обучающего кластера. Будет ссылочка в описании. Да, вот кто в детстве промышлял для того, чтобы поддать свои вычислительные мощности под поиск внеземных цивилизаций? С сайта. Да, под сети, если вы понимаете, о чем я... Подожди, оно по-другому называлось. Там был с сети поиск внеземных цивилизаций, а была еще здоровенная сеть по поиску медикаментов. Да, было тоже. Помнишь, как оно называлось? Не помню. Я помню, что скринсейвер себе просто ставишь, на комнату уходишь, а твои вычислительные мощности отдаются. Да. Ну, а если говорить не про обучение модели, а про обучение программистов работать... Я Лесе скинул скринс с перепиской с хозяином и написал о себе в жопу пусть Pest Control установит. А, Pest Control. Это пестициды, а я думал Pest Control. Да. Лол. Ну, это тоже самое. Мышей. Хороший ответ надо ему скинуть. Короче, обучение программистов происходит другими способами. Самая лучшая IDE для программирования с AI, курсор, обновилась до новой версии 0.43. Да, завезли прям классные штуки. Не знаю, пробовал ты курсор, не пробовал? Если не пробовал, советую. Не пробовал. Шикарная штука. Там есть куча всяких вещей для AI, все в одной подписке. Смотри, я все еще пишу код только для обучения сейчас. Вот. И не хочу туда вообще никаким боком применять. А зря. Мне кажется, зря. Если ты человек, который отдает себе отчет в том, как надо учиться, мне кажется, тебе бы это, наоборот, забустило, твое обучение. Вот, что-то боюсь. Ну, ты же понимаешь, что всегда удалить можно, да? Если заметишь. Понимаю, да, понимаю. Ну, короче, в версии 0.43, почему тут прям про версию начали рассказывать, завезли прикольную штуку, в курсоре появились агенты. Агенты. Курсор вообще до этого умел генерировать код достаточно неплохо. Там был отдельный функционал для код комплишенов, отдельный функционал для общения через чат. И отдельная штука, композер называется, которая умела генерировать код с нуля, прям файлы создавать с нуля, прям архитектуру прорабатывать. Единственное, чего оно не умело, оно не умело в терминале команды вызывать. Не было доступа к терминалу. И вот они в 43-й версии 0.43 завезли агентов, которые прям могут и запустить проект, и сходить куда-нибудь, там чем-нибудь просто. Ну, короче, в принципе, любые терминальные команды, которые нужно для написания кода, запускать. Я вот прям сегодня тестил, у меня есть здоровенный педпроект, для моих блогерских, у тех, на дотнете написанный. Там его запустить не каждый, на самом деле, программист сразу сможет. И там в какой-то момент мы сделали докер-контейнер, через докер можно его поднимать с помощью специальных настройщиков. И курсор мне буквально за одну команду просто написал Run this project. Он мне пошел, нашел описание докер-контейнера, установил его, попытался запустить, не получилось, потому что у меня уже локально докер висел с другими приложениями. Он взял порты, поменял, поменял настройки докера, и с третьего раза через 2 или 3 минуты короче, он просто итеративно взял и запустил проект. Я прям офигел. Он завелся. Так что очень советую. А еще у них появилась бета-функция, я такого пока нигде не видел, поиск багов. Это интересно. То есть как оно работает? У тебя проект в репозитории обычно лежит, эта штука с репозиторием только работает, с гитовым. Эта штука берет состояние репозитория мейнового, который удаленный, который главный, сравнивает его с твоим текущим состоянием, например, ты в какой-нибудь ветке разрабатываешь фичу. И в этой разнице агентами ищут баги. Ищут баги на разнице, на дифе. Почему это забавно? Потому что это ресурсоемкая штука, и ты когда нажимаешь кнопку протестировать баги, тебе на кнопке прямо написано, сколько тебе это стоит будет. Там прям типа 4,5 доллара. Вот это вот минимальное изменение, когда ты вносишь, там сразу 4,5 доллара. И я такой сижу и думаю, ну неужели мы дожили вот до того времени, когда программист прямо для того, чтобы найти баги в собственном коде, вот будешь, айс, ту кнопку, платить 5 баксов, чтобы я просто пробежался и указал им на какие-то узкие места. Это прям как-то странно. Это у них в бета-функция, в бета-тестирование. Мне кажется, она должна отмереть, потому что ну не готов я за каких-то AI-агентов на моем дифе платить аж целых 5 баксов. Но зато это выгодно для компании, если ты вдруг работаешь на компании, потому что цена бага, она же чем выше, чем ближе к код продакшену. А здесь, по идее, степ 0 и всего 4,5 доллара. А на продакшене 4 баг мог бы... Так на продакшене миллионы долларов можно из-за бага потерять. Ты так можешь просто, не знаю, просто спросить у композера либо у другого гитхаб-копайла. Короче, я еще не пробовал, надо попробовать, надо найти в себе эти 5 долларов, внутренних нажать и посмотреть, что он там делает. Вдруг он там реально какой-нибудь суперотчет делает, знаешь. Но пока смотрится странно. Ты видишь, тебе прямо на кнопке пишут, на кнопке типа run стоит 5, 4,5 доллара. Пока это смотрится странно. Его, наверное, и пишут, чтобы сюрпризом не было для тебя потом. Ну, как сказать, когда они внедряют O1 модель, ты за каждый запрос платишь 40 центов. И они про это тебя не пишут. А потом ты пообщался немножко с O1, так минута 15, и у тебя с карточки 20 баксов списали. Тоже не сильно приятно. У них же там pay us to go. Ну, в целом, в целом, обратите внимание. Кстати, обновиться до этой версии можно самому. Там и курсор обновления раскатывает как-то когортами. Но если не хотите ждать, то можете просто перейти на страницу с ChangeLog'ом, и оттуда можно скачать актуальный инстайлер с последней версией. Вот. Это что касается курсора. Расскажи нам, Витя, что там... Что касается курсора, давай я тебе расскажу. Что там не по программированию, да. Что у нас тут не по программированию, расскажу тебе. Во-первых, от Runway вышла тексту имидж-модель под названием Frames. Рисует красиво, кстати. Не удивлюсь, если это какой-то форк флагса даже на самом деле, потому что есть некоторые схожести, по крайней мере, в тех примерах, что у них на веб-сайте. Вот. Но чего она еще хорошо делает? Она очень хорошо понимает стилистику, которую вы ей прописываете. То есть ее прям обучали, видно на разных стилях, и можно прописывать стилистику, там, не знаю, Сальвадор Дали, там я видел в примерах, да, и у тебя реально все будет, как в картинах Сальвадора Дали. Не то, чтобы это то, чем можно прямо сейчас удивить, потому что Джимми Джорни такое умеет тоже, но... Ну, если бы Дефьюжн с контролл на этом тоже может справляться. Ну, да. Меня прикольнуло, как журналисты эту новость разобрали. Там в оригинале новости написано, что, типа, вы можете создавать условно там миры 80-х. И там, ну, на английском языке просто написано, типа, World, что-то там. Причем World с маленькой буквы. Просто говорят, что вот можно стилистику такого-то мира создать. Некоторые статьи прям пристрелились заголовками, что Runway сделал новую модель, которая создает собственные миры. Миры с большей буквы пишут. Блин, думаю, что за... Хотя вы почитали, что там вообще происходит. Надо бы вы сзади с пальца, да, какую-нибудь новость. Ну, мы тоже иногда так делаем, чего уж там. Чего иногда? Всегда? Да, этим занимаемся. Так, также у них появился инструмент Expand Video, который дорисовывает видосики по краям. Понятно, что там суперсложные вещи он вам не дорисует, на какое-нибудь поле-полюшка, небо-небушка и так далее. Вполне спокойно. Я видел, как ребята очень крутые штуки из этого делают. Знаешь, что они делают? Короче, условно снимаешь ты свой глаз в движении, ну, или просто голову там, какой-то глаз. И потом они экспандят этот глаз, сеточка дорисовывает голову, потом они экспандят, и этот видос сеточка дорисовывает обстановку. И так, короче, делает словно очень большой зум. В итоге там чел сидит за каким-нибудь креслом, за компом, где он будет на пляже. А все только с одной категории. Это как в свое время с фотошопом люди баловались. У них тоже же экспанд появился. Это еще же было у Миджорни. Помнишь, у Миджорни тоже этот зум появился? Да, тоже по панорамированию. Так и есть. Но тут важно понимать, что все равно он вам супер качественно детали не заэкспандит. Поэтому нужно быть аккуратным, но тем не менее все равно можно использовать для каких-то целей своих. Да. Кроме Runway еще Lumia и AI порадовали. Это их прямые конкуренты. И у них прикольные штуки выкатились. Во-первых, они выкатили мобильное приложение и в них встроили свою собственную модель для генерации изображений Luma Photon. Там в мобильном приложении куча возможностей на базе этих моделей. Можно создавать консистентных персонажей, загружать персонажей на основании его делать того же самого в разных обстановках. Можно ремиксовать фотографии. Там в интернете уже есть всякие прикольные картинки, когда там взяли женщину, взяли голуби и получили голубя женщину очень натурального. А потом еще Runway оживили какие-нибудь. Можно генерировать картинки по референсам. А еще они обновили свою Dream Machine. Dream Machine это сервис, через который они предоставляют видео возможности генерацию видео. И в новой версии появился крутой инструмент называется Camera Motion. Он работает через раз. Я пробовал действительно движение камер. Ты загружаешь видос, точнее ты берешь уже сгенерированный видос и например пишешь там камера и у тебя сразу появляются возможные варианты движения этой камеры. Ты выбираешь нужное движение и у тебя в итоге камера вокруг этой сцены либо облетает, либо зуммирует, либо проезжает. Покольно. А, и подписку они еще ввели. У них не было подписки до этого. Ввели подписку. Подписка самая базовая стоит 10 долларов потом там еще штук 5 уровней, которые в основном отличаются количеством генерации. Вот. Что у нас там еще по графике? По графике еще Flux, наш дорогой Black Forest Lab выпустили новые опенсорсные модели Flux One Fill, Redux и Kenny. Самое крутое это Fill, потому что он умеет во-первых Outpoint делать. Это вот ровно говоря то, о чем мы говорили совсем недавно. Это дорисовывание по краям чего-то. То есть вот как Леша говорил там буквально у них в блоге пример с глазом. Вы выбираете глаз, он дорисовывает лицо. Но эта штука умеет еще winpaint. Это значит, что она может изменять изображение внутри себя. Там прям чуваки приводили прикольные примеры, что ты берешь чела, костюм ему меняешь, например. Все остальное остается, меняется костюм. И самое прикольное это вот, как мне кажется, то, что в быту будет полезно. Они взяли вывеску, на которой там было написано по-моему beer and snacks. И они замазали слово beer и попросили заменить на кофе, а вывеска неоновая. И оно в той же стилистике неоновым, как будто бы эта вывеска сделала кофе от snacks. Я когда видел, когда смотрел на то, как это работает, я прямо расстроился, что у OpenAI есть DALI, потому что если бы у них DALI не было, они бы внедрили себе вот этот Flux Fill и все бы классно было. У них же тоже есть функция в чате GPT. Когда ты генерируешь картинку, ты можешь ее расширить и там выделить область, которую ты хочешь перегенерить. И оно работает супер странно, супер плохо. А вот эта бы функция прям от Flux залетела на ура туда. Чем могут купить Black Forest Labs? Ну, кстати, да, за полцены домена. Да, примерно столько и стоит сейчас. Ну, и, собственно говоря, Redux и Kenny это смешивание изображений, причем можно указывать силу смешивания, то есть можно замиксовать два изображения и перерисовка изображений по картам границ. Мне прикольнуло, что и у Flux вышла модель с названием Kenny, и у Stability AI вышла модель с названием Kenny, и та-эта перерисовывает границы. При том, что я не нашел перевода слова Kenny, какие-то границы, это какое-то странное слово. То ли передрали друг у друга, то ли действительно там в сфере... Ты можешь, это какой-то жорганизм. Да, да, прикольно. Что у нас еще из медиа? Еще Eleven Labs тоже нас радовал. Во-первых, они запустили, у них появилось мобильное приложение, мы про это рассказывали пару выпусков назад, и они в своем мобильном приложении, видимо, вдохновившись ноутбук-лмом, запустили инструмент под названием Gen.fm Podcasts, который по факту генерирует подкасты из файлов, которые вы туда скармливаете. И скармливать можно PDF-ки, статьи, или даже электронные книги, причем он может как генерить подкаст, так и просто зачитать его красивенько. И где-то мы такое видели, да? Ну, ноутбук-лм гуловский, он на тебе занимается. Он генерит подкаст, он не зачитывает. На самом деле, приложение Яйнова, которое нормально бы зачитывало с чувством, с толком, с восстановкой текста, его прям не хватало, и, возможно, это может, вот эта вот штука может стать вот этим инструментом, надо попробовать. Ну, работает только на iOS, там нет, по-моему, Android-приложения, поэтому надеемся на тебя. Вот. И еще они выкатили SDK-шку свою для создания внезапной Яй-агентов, через которых можно, собственно, работать со звуком. Можно выбирать язык агента, там прописывать ему промты, выбирать на базе какой ЛМ-ки он будет работать, крутить температуру, и все это работает на нескольких языках программирования, точнее, SDK-шка портирована на несколько языков программирования. И, в принципе, работает вроде как достаточно неплохо. Вообще неожиданный мув от 11 Labs, я не думал, что они прям целую SDK-шку будут выкатывать. И так как там можно под капотом разные ЛМ-ки использовать, назначение этой SDK-шки ну, совсем не только для работы с голосом, я бы сказал, даже скорее не для работы с голосом, а просто SDK для создания агентных приложений от компании, которая занимается голосом. Это странно. Ну, может, я понял это в том числе для того, чтобы делать агентов, которые будут там на созвоны за тобой ходить. Там у них один из примеров был. Ну, да, 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 они писали, что это все может хорошо интегрироваться с приложениями для созвонов. Посмотрим, может закатит. Не зря там React и Swift есть. React на эти и Swift. Да, скорее всего, да. Так, и что же еще у нас релизнулся Суно до версии V4? До версии Высуно? Да, чего обновили? Во-первых, стала еще лучше генерация музыки, еще более детальные голоса со всякими разными стилистическими там особенностями и прочее. можно делать ремастеринг, то есть все свои песни можно перегенерировать в версию V4 и песня сохранится, она просто станет более качественной. У них появилась своя модель для написания текстов, называется Remi, которая затюнена именно вот на музыкальных текстах. Я не знаю, появилась ли она в версии V4 или уже была, но, по-моему, сразу у них вообще GPT писал текст. Но вот у них есть теперь этот Remi, который пишет для вас тексты, он стал там еще более крутым. Ну и по мелочи добавили всяких историй, они стали более прикольные картинки там генерировать на фон и так далее. И еще я узнал, что у них заказывается функция, про которую мы с тобой тут не говорили, она называется кавер. Ты можешь загрузить туда песню и кавернуть ее разными стилями с помощью Суна. Прикольно, прикольно. Единственное, что я ее не проверил, я не знаю, можно ли загружать туда музыку, которая защищена авторским правом. Интересно, надо попробовать. Я вообще давно на Юдио сижу, у меня там подписка. Честно, послушав генерацию нового Суна, как-то даже показалось, что местами и получше, чем Юдио. Казалось бы, куда уже лучше, но прям... Если раньше Суна точно был хуже Юдио в Акале, то сейчас они прям наравне, может даже лучше. Не, оно прям скакнуло хорошо. Советую послушать, там примеры есть, как в А4 работает, советую прям послушать. Да. Интересная новость, которая для меня очень близка по духу. Да, я поэтому даже ее в чат специально скидывал для тебя. Да, спасибо большое. Есть такая компания, не антик. Значит, эта компания очень плотно работает с Google уже достаточно давно. Знаменита она тем, что лет, я даже не знаю сколько, лет, наверное, 15 назад они запустили первую в мире суперпопулярную игру с привязкой геолокации к AR-у. Называлась она Ingress. Тебе надо было бегать по городу, по конкретным точкам, сканировать порталы камеры телефона, накрывать области, соединяя эти порталы так называемыми линками, и мы настолько в нее упарывались в Минске, что у нас даже были выезды ночные, там как бы ты накрываешь, соединяешь порталы связями, если ты соединяешь три портала, у тебя закрывается часть карты. Я играл в Ingress, не знаю. Ну, для тех, кто не знает. И там было две противоборствующих фракции, соответственно, если ты своим полем, это поле называется, три соединенных портала, накрывал чужое поле, то чужое поле разрушалось, и оно становилось с твоим полностью. Мы упарывались до того, что, ну, мало того, что мы там зимой по девять часов с телефоном просто весь город пешком обтаптывали, так мы еще на выходных планировали акции в разных городах, на машинах, где-нибудь среди ночи, ездили, разрушали чужие порталы и ставили линки на полстраны. По-моему, по-моему, самый большой линк у нас был, который накрывал чуть ли не две трети в Беларуси. Это была операция, которую готовили неделями. То есть чуваки просто с телефонами полили бензин, чтобы какие-то в AR-е порталы соединить какой-то там условной линией. Очень странная времена. И все это в итоге для того, чтобы... Все это выкатилось... Все это выкатилось в то, что Neantic сделал Pokemon Go, про которое уже больше людей знают. Не-не-не-не. Я думал, что это скажешь. Не-не-не. Про Pokemon Go многие уже слышали. Она уже популярная игра, и она, собственно, появилась благодаря Ингрессу. И все это делал Neantic. И казалось бы, а при чем ESI вообще? Оказывается, что компания в процессе разработки своих игр дофигища занималась тренировкой нейросетей. Потому что, ну, те, кто играли, знают, там позиционирование супер четкое. То есть ты, когда ходишь возле портала, там числи не с точностью до десяти может даже меньше сантиметров определяется местоположение портала. Там прям даже в Pokemon Go прям ИР-разображение очень четко стоят на местах. При том, что они работают с Google API-ем по факту. Поэтому компания Neantic рассказала, что они давным-давно используют технологию под названием Visual Position System VPS, в рамках которой они за эти 15 или сколько там лет обучили более 50 миллионов нейросеток разных для того, чтобы вот это позиционирование у них работало чуть ли не сантиметровой точностью. И на сегодняшний день у них настолько большое количество данных собралось, уникальных причем данных, потому что люди, там до смешного доходило, люди залазили на закрытые базы военные, просто чтобы покемончика словить либо портал поставить. Да-да-да-да. Там супер уникальная данная. Людей за это сажали. Там, ну, жесть, что творилось. И все это выкатилось в том, что они объявили, что работают над созданием первой в мире Large Geospatial Model LGM. Модель, которая будет воспринимать пространственные данные нашей с вами планетки, собственно, как нативные данные. Будет с ними нативно работать. И тут применение уйма. Они сами сказали, что это все найдет применение в AR. И вполне возможно, что... И я уже даже думаю, что, может, они там с ИПО синтегряются или, может, их выкупят даже, чтобы интегрировать это все в свой шлем. Ну, суперкрутое позиционирование, суперкрутая модель, которая может себе там на лету привязывать объекты прям четенько к месту любому. Ну, по-моему, очень круто. В общем, Large Geospatial Model нас ожидает от компании Niantic. Там, понимаешь, вплоть до того, я чуть-чуть поизучал эти статьи, там вплоть до того, что модель сможет по фотографии, например, какого-нибудь универмага узнать этот универмаг и понять по одной фотографии, что у него есть несколько выходов разных на той стороне, которые даже не видны на фотографии. Короче, GeoGessr будет больше не нужен, игра. Так представь, что если робот, вот он идет, видит здание и такой понимает, ага, здесь два запасных выхода, я их сразу перекрою. Ой, Витя, ой, Витя, зачем ты мне это сказал? Я про это не думал. Жесть. Мне интересно, насколько эти данные, позволят ли им вообще эти данные использовать, потому что, ну, я помню, как я в Ингриде сыграл, я помню, как я сканировал порталы в Pokemon Go. Я не блюрил машины номеров, я не обращал внимания на людей. Понятно, что Ниантик на своей стороне это все обрабатывал потом, но сырые данные у них сохраняются. Может, удаляются, нет, почему? Мне бы хотелось, чтобы в такой парадигме, возможно, данные о количестве запасных выходов из моего дома стали персональными. Ну, пожалуй. Можно, пожалуйста, GZPR расширить? Я очень прошу. Ладно, у тебя, скорее всего, нет там запасных выходов, я полагаю. Через сувенирную лавку, если только. Да. Кстати, хороший очень фильм. Посмотрите, советую. Ладно, давай закончим рубрику «Что еще?» новостью про DeepL. Внезапно DeepL у нас очень давно не было, а это один из первых, между прочим, и один из первых EA-проектов, которым я начал пользоваться активно. DeepL представили инструмент под названием DeepL Voice, который может в реал-тайм перевод голоса на 13 разных языках и еще субтитры фигачить. Вот, и в том числе можно его индукрировать в приложение для созвонов с собой брать, чтобы он там на лету переводил. Вообще, ниша достаточно жирная. Если они сумеют договориться с этимзами, со всем остальным, то, возможно, DeepL даже и выгребет. Потому что жалко DeepL. Вот мне реально жалко, они супер потерялись на фоне всех крупных языковых моделей, которые просто заменили его. Да, это был свой EA-проект, между прочим. Они по факту двигали это. Они двигали все это. Они были первопроходцами в какой-то момент, ну, я просто перешел с Google-переводчика на DeepL только им и пользовался, потому что только DeepL мог делать такого качества перевод. А сейчас, когда под капотом у всех LLM, в том числе у Google-транслейта, как-то DeepL отошел на второе место. Но я все равно DeepL пользуюсь. Не, у меня не хватает лимитов. Они ввели лимиты. Для моих задач перестало хватать лимитов. Я перешел обратно на Translate и с удивлением обнаружил, что Translate работает местами даже лучше. Даже неудивительно, у Гугла больше возможностей. Хотя вот ChatGPT мне литовский лучше переводит, чем DeepL. вообще для переводов не использую. Разве что статьи там саморизировать. Это как-то... Нет. Для исправления ошибок, да. Для переводов как-то Translate пока что. Ну, пока что, да, нет доверия. Кажется, что он много где может сгаллюцинировать в переводе. Хотя, можно ли назвать переводом подготовку презентации на английском, когда я на русском пишу, что надо, а у меня на английском генерит текст. Наверное, можно. Конечно, можно. А что это еще? Ну, ладно, тогда я часто пользуюсь. Ладно, давай к закону и порядку. У нас там есть одна новость странненькая. Я ее ознаменовал, как тайтл ей дал США напрягается от Китая. Впрочем, ничего нового. Да, я про эту новость даже писал в дайджесте у нас на блоге. А, так, давай ты это расскажи. Ну, давай. Короче, в США есть комитет, короче, который занимается ревью экономики Китая. То есть, это единственная его задача следить за тем, что там Китай наразвивал у себя в экономике. И после этого комитет готовит некое утверждение и приносит его Конгрессу США на рассмотрение. И в этом году они сделали большущий упор на ИАИ, на то, что развитие ИАИ в США. И сейчас будет цитата. Это вот уже в самом отчете. Необходимо учредить и профинансировать программу, подобную манхэттенскому проекту, это который атомную бомбу делал, направленную на разработку и использование возможностей искусственного интеллекта общего назначения ИАИ. Это вот этот комитет исследования экономики Китая рекомендует Конгрессу начать новую гонку вооружений только уже в духе ИАИ. Знаешь, я когда такие новости читаю, у меня просто складывается ощущение, что эти ребята, они такие, типа, а давай вот кинем вот что-нибудь манхэттенский проект, ну, навряд ли он там будет как манхэттенский, но если будет такой же, прикинь, какая ирония. Они уже угорают просто, типа, как можно, я не знаю, это странно. Странно, когда отсылаются к таким проектам, которые многие люди считают, что лучше бы их как бы в публичном может поле и не было, а может и вообще не было. Ну, либо с которым связывают много всяких неоднозначных событий. Бесспорно, манхэттенский проект развития энергетики ядерного, все мы знаем, почему он развивался. Когда такое пишут в официальных репортах официальные люди, ну, прям странно. Я вот сейчас прям открыл их этот репорт, просто чтобы посмотреть вхождение по Манхэттену, там, да, прям это дословная формулировка. Congress established and found a Manhattan project-like program. Ну, да. С другой стороны, они таким образом, видимо, пытаются дать понять, что я прям вот настолько же, точнее, гонка с Китаем, выяяя, настолько же важно, не менее важно, чем манхэттенский проект. Есть ли у них какие-то другие способы дать понять, так что бы они могли вместо его туда поставить? Я не знаю. Нет, ну, это отличный, ну, космическую гонку еще могли бы поставить. Ну, могли бы, да, Нила Армстронг. Ну, тогда бы там было Cold War, да? Ну, да, 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 ну, ну, вообще, меня еще позабавило, что у них такой комитет есть. Да, я тоже удивился, я вообще не слышал про него никогда. Я думал, не, понятно, что они за китайской экономикой следят, но я думал, что это, что людей там где-нибудь в недрах ЦРУ, знаешь, шпионские игры, а тут просто комитет с 2000 года. ЦРУ, кстати, на самом деле, вот советую обратить внимание, очень много выпускает полезных отчетов по состоянию дел в мире, экономическом, там, социальном, и это все открытые данные, они разводы. Они даже видосы выкладывают, по-моему, я видел с конгрессов, у них там есть на сайте раздел, где можно прям посмотреть заседание некоторых, видеозаписи некоторых заседаний. Там, условно, просмотры, по-моему, даже были просмотры, типа 600 просмотров, 800, ну, дешево. Может, устроимся к ним как-нибудь. А, нет, это не ЦРУ было, я знаю, это было. Да, не ЦРУ, это было с, конгрессом США, с конгрессом. Да, интересные времена живем, в интересные времена живем. Давай к науке и технике. Давай. Давай про ДНК, вот, ты нам расскажи, а то я в биологии, ты не в зуб ногой. Ну, я конкретно тут тоже не в зуб ногой, но попробую рассказать. Короче, еще одну новость про ARC, только уже не браузер, а институт. Короче, институт ARC представил модель под названием ЭБО. Это биологическая модель, она обучена на ДНК. И модель фундаментальная, то есть она позволяет прогнозировать генетические последовательности, причем очень высокой длины, там, до миллиона кусочков. Вот. И, ну, то есть она, соответственно, была обучена на кучу кусочков ДНК, и она позволяет прогнозировать, как ДНК будет дальше строиться, дальше строить свою цепочку в зависимости от определенных условий. В данном конкретном случае речь идет о влиянии бактерий на ДНК, потому что они могут влиять. И что это нам вообще, чем это нам грозит? Ну, грозит, надеюсь, ничем, но в том числе, скорее всего, мы сможем гораздо более эффективно предсказывать влияние каких-то генетических болезней на организм, вот, это и, возможно, даже способы их лечения в будущем. Да, я очень жду, когда Арт представит модель воли, которая будет обучена на РНК, и они составят идеальную пару. Ну, да. Следующая новость не менее крутая, я бы даже сказал для некоторых ребят в чате, прям суперожидаемая, неожидаемая, а суперждущая, короче, которую много кто ждал. Немецкий стартап Gmesus привлек много денег, почти 9 миллионов евро на разработку i-chip-ов с использованием тех самых минристров, про которые мы когда-то давно-давно рассказывали. Нероборная архитектура, суперэнергосберегающая, суперприближенная к в каком-то приближении работе нашего мозга. В общем, ребята собрали денежку, ребята многообещающие, плюс мне нравится, что это немецкий стартап, возможно, у нас появится еще один центр i-a, если они действительно выйдут на производство прям уже чипов. Ну, и ребята все это делают для того, чтобы, крайне мере, из интервью так было более-менее понятно, что делают, для того, чтобы можно было модели прям обучать на устройствах пользовательских. Причем, я так понимаю, архитектура позволит модели обучать прям на лету. Почему, ребят, прям большие планы. И, наверное, это одна из первых популярных новостей, жаль, что она про деньги, но которая привлекла внимание многих журналистов к мембристерам. следующая новость у нас про DeepMind, которые представили научную работу по нейросети AlphaCubit, которая относится к тем самым кубитам из квантовых компьютеров. Я, честно говоря, мало что тут понял, но, как я понял, что они с помощью ИИ будут вычислять ошибки в квантовых обчислениях, вот, и это хорошо. Ну, да, новость на самом деле, работа на самом деле не самая простая, но это прикольный юзкейс, про который мы тоже особо не слышали, что нейроночки начнут использовать, причем трансформеры конкретно, генеративные нейронки начнут использовать для того, чтобы пытаться исправить ошибки в квантовых вычислениях. Там в статье было написано, что, в принципе, есть методы, которые помогают эти ошибки уменьшать, все-таки квантовые вычисления не во многом по своей природе вероятностные, но это буквально проценты, а с помощью альфа-кубита этот показатель удалось поднять по ряду экспериментов на десяток процентов, там до 30 процентов, по-моему, устранения было квантовых ошибок в квантовых вычислениях. Ну, и в принципе, квантовая система это же сильно сложная в конструировании штука, и там одна из больших сложностей то, что эти системы должны работать при практически абсолютном нуле, то есть надо суперздоровенная охлаждающая система. Соответственно, если у тебя есть какая-то температура дополнительная, если там плохо охлаждается вся эта система, то и помех больше, и эти помехи в том числе можно и я им нивелировать. Прикольно. Прикольно. Когда у нас уже ждут квантовые компьютеры? Ой, я боюсь, что... То есть, как они уже есть, как я понимаю... Я надеюсь, что не скоро. Ну, там же есть эта мулька, что достаточно мощные квантовые компьютеры смогут достаточно... И при наличии понимания, как на них запускать некоторые алгоритмы, смогут достаточно просто там, например, SSH расшифровывать. Нет, просто... Я так и понял, что они расшифруют все, что можно... Все, что сейчас хорошо зашифровано, да, они возьмут и расшифруют, но не значит ли это, что ровно в ту же секунду появятся алгоритмы шифрования на квантовых компьютерах, которые уже квантовые компьютеры не расшифруют? во-первых, эти будут далеко не у каждого дома, а во-вторых, они будут далеко не в каждом банке, далеко не в каждой критической инфраструктуре страны, поэтому может возникнуть, если уже не возник такой эффект, что эта технология намеренно сдерживают до тех пор, пока она не будет дешевой, чтобы имплементировать конечные устройства в критически важной инфраструктуре. Ну, представь, у тебя есть государство, например, которое знает, что вот у них там инженеры изобрели квантовый комп и алгоритм, с помощью которого можно там быстро бортфорсом эти ключи шифрования получать, соответственно, что они сделают? Ну, они скажут, подождите, не надо это пока никому показывать. Потому что мы еще не готовы. Возможно, кстати. Я тут боюсь спекулировать с этой информацией, потому что тут многое сейчас. В прошлом году был очень громкий случай, когда один полуименитый ученый на весь интернет кричал, что он запустил алгоритм, который умеет СССР шифровать, его там сильно закидали грязными тряпками. Это непростая задача. Возможно, это даже с какой-то точки зрения байка, но интересно посмотреть. Посмотрите, ЛДФС. Я тебе советовал книжку почитать на нашем с тобой интервью Дэниел Суарес «Поток». Вот там как раз очень много про сдерживание новых технологий. Надо еще раз все записать. Ну, по крайней мере, этот самый, чуть не сказал, Евангелион, «Господи». «Эндемион», «Гиперион», ты почитал это уже. Да, да, да. Хорошо. «Эндемион», «Гиперион», да. Ну как, прослушал, не прочитал. Но тоже классно. Неважно. И последнее на сегодня по новостям науки и техники это Тесла со своим роботом «Оптимусом». Они прикольную штуку показали. Они научили «Оптимуса», точнее, модернизировали его руку настолько, что «Оптимус» сможет ловить мячи на лету теннисные. Прямо будет видео в описании, где в «Оптимусе» бросают мяч не сильно, просто бросают, и он прям ловкий. У него ловкость появилась, он его ловит. Там есть трюк в том, что это «Оптимус» делает не самостоятельно, в нем сидит оператор. Ну, в смысле, не в самом «Оптимусе», а им управляет оператор. Но даже, даже, даже если им управляет оператор, мы уже, получается, имеем машину, у которой ловкость рук на достаточно высоком уровне. Еще нужен оператор с хорошей реакцией, чтобы мячик поймать-то через робота. Ну, сам факт того, что оператор, ну, как бы, у оператора же наверняка тогда получается не супер большой лак, и ему достаточно комфортно управлять рукой, если он смог словить мячик. Ну, либо его натренировали, знаешь, там, два месяца тренировали чела, чтобы он знал все тайминги, условно. Блин, а прикинь, у оператора там как в играх на PlayStation, типа, нажмите X, да, чтобы успеть поймать мяч. Не знаю, не знаю, считая, что это компания маска, я не удивлюсь, там у оператора уже шум в голове просто. Возможно. Матрица подключена. И подписка на Twitter. Подписка на Twitter. Ну, собственно, просто гляньте видос, там можно в интернете найти характеристики технические, в принципе, круто. Новая система, руки-предприятия, куча степеней свободы, и роботы двигаются вперед. Вообще, роботы за эти два года, конечно, совсем ушли в какую-то фантастику. Да, много чего. Я в прошлом году не поверил бы, что можно будет песни генерировать по одному клику. Ну да, ну да. Ну, скоро в новогоднем выпуске обсудим, что сбылось, что не сбылось, что будет дальше. Да-да-да. Так. Так, ну что ж, переходим к сервисам и ссылкам, раз такое дело. Начнем с AI2, это Институт искусственного интеллекта Аллена. Чуть не прочитал Алена, у меня тут написано Институт искусственного интеллекта Алена. И в Иштовске университет представили OpenScholar. Это модель с поисковой системой, которая работает с базой данных на целой куче, на миллионах научных работ с открытым доступом дообученный. Система реально прикольная. Я, кстати, вчера в нее зашел и так и не посмотрел, нашла она мне или нет. Там один миллион и больше работ научных. Там есть демка, вы можете по ссылке пройти, просто заходишь, там инпут, в котором ты пишешь, что ты ищешь, и она уходит на несколько минут подумать и потом выдает тебе список ответов. Я, естественно, спросил у нее научную работу с вхождением слова IT-борода на русском. Она мне выдала Reference Task Failed. Unfortunately, we failed to retrieve any relevant information. Но вообще поисковик этот работает очень круто, сильно круче, чем GPT-4 смог бы это делать, ну, в том числе, потому что они имеют прямой доступ к базе. Так что, если вы научкой интересуетесь, прям рекомендацион. И еще несколько сервисов для разработки. прикольненьких. Я бы сказал, даже один для разработки, а второй, в принципе, для любого инженера заходит интересно. Для разработки. Palmer. Такой сервис появился. Это расширение для VS-кода и для IDE-шек на базе VS-кода, которое интегрируется с курсором, если вы ее в курсор ставите, либо с GitHub Copilot, если у вас GitHub Copilot стоит. И анализируя и сохраняя где-то себе в базу чаты с курсором либо с GitHub Copilot там внутри IDE-шки, привязывает эти чаты к конкретному коммиту, даже к конкретному куску кода, и в итоге, когда она немножко постояла у вас, эта система на компе, в итоге вы можете просто выделяя кусочек кода, который там вам я генерил, либо вы с помощью я его туда вставляли, нажимаете Command вниз, либо Control вниз, и вам Palmer выдает саморизированное описание того, кто, когда и что с этим кодом делал, в том числе в каких чатах. Кажется сложным, но use case прикольный. Прикольный в том плане, что это такая умная работа с GitLog'ом и с чатами, и в принципе это, наверное, первый тул, который сохраняет чаты и переиспользует информацию из чатов, чтобы еще лучше больше и больше предоставлять информацию разработчику. Пока непонятно, приживется этот инструмент в жизни или нет, я себе его поставил, пока тестирую, но в Y-комбинаторе, в Y-комбинаторе у него сильно поверили, там прям нормально, денег вроде уже отсыпали ребятам. Я надеюсь, все у этого острота позовут Лора. Да, иронично. Попонял отсылку, да? Да, да. Нет. Нет? Я что-то поржал так-то. Просто, чтобы меня поддержать, нет, это из этого, из фильма какого-то, да, Лора Палмера? Из Twin Peaks. Из Twin Peaks, да, точно. Я рассказывал, что я Twin Peaks смотрел совсем урывками в глубоком детстве. Поэтому помню, что на задворках было что-то из классики. Ничего не помню. Вот. А второй инструмент тебе понравится? Я не знаю, если ты не тестил еще, то прям советую. Я его потестировал. А, тогда расскажи, что за он, про впечатление, потому что я от него просто кайфую в последние дни. Короче, Мэй Крилл называется сервис. Вы до него заходите и вас прям там сразу сходу без всяких регистраций смс просят ввести ключи от... От чего? От опишки OpenAI. В чем прикол? Там просто канвас, ну, типа, а-ля мира какой-нибудь и так далее. Вы рисуете интерфейс, он вам оверстает. И это прям прикольно. Ну да. То есть, я нашел крутой юзкейс, я теперь через этот инструмент готовлюсь к презам. Если мне надо какую-нибудь фигню там нарисовать, какому-нибудь схему баз данных, я просто туда иду, корякаю, карандашом какие-то кривые эти кружочки, стрелочки между ними, нажимаю Make it real, и оно через минуту мне выдает на HTML прям красивенькую. Вот это вот все сделано сверстно. очень удобно. Ну, считай рисование сайта с салфетки, прямо как на презентации. Причем я так и не нашел, кто за ними стоит, куда им денег занести. Это какой-то TLDRA, у них домен makereal.tldra.com А, ну, общего. Телдро заходил? Нет, на Телдро не заходил. Заходил на канвас, который они используют? Нет, слушай, оно все равно на канвас. Все равно и дирекция на канвас. И дирекция, да. Made with TLDRA. А, что это? Телдро, СДК. Все, я понял. Моя понял. TLDRA, это, да, сложилось. СДК, которая позволяет с помощью канваса, она опенсорсная, по-моему, делать, короче, опенсорстый канвас Телдро, который вы можете к себе в продукт строить. И они, видимо, для того, чтобы пропиариться, сделали makereal, добавили туда и агентов. Работает очень кайфово. Прям рекомендацион. Вот. По ссылочкам это тоже на сегодня все. Думаю, будет вам что потыкать эти две недельки. Да, и остается всякая околоэтичная фигоманика. Около, я бы сказал, околоэзотерическая. Ладно, первая новость, она нормальная. Вот я с тобой хотел пораспрягать. Ты, как ты относишься к сервисам, на которых авторы сами публикуют по несколько глав свои книги и за донаты пишут остальные главы? Слушай, мне очень нравится такая модель монетизации. Ты пробовал когда-нибудь ими пользоваться, как читатель, например? Что-то когда-то я читал тогда. И просто я помню, что когда эти сервисы стали появляться, у меня там есть автор, когда-то она была у меня любимая, Ольга Громыка, она так выпускала свои маленькие рассказы фантастические. И когда они только начали появляться, там был небольшой бугурт в русскоязычном сегменте, что мол, ай-ай-ай, издатели книг начинают на них наезжать, потому что как так, вы у нас авторов забираете, и вообще это неправильно, что, типа, автор, нам денежку как издателю никто не платит, и автор весь такой плохой, сам себе роялти забирает за каждую главу, что-нибудь такое. Вот сволочи. Вот сволочи, да. Ну, а тут похожая новость слегка. Она отличается, но она похожа тем, что тут тоже про то, что авторы забирают стопроцентное роялти. В общем, появился стартап Spines, новость взята, если что, с канала Сергея Петренко, блогнот, хорошо это все описывает. Стартап Spines, который сказал, что он будет использовать AI-агентов и AI-инструменты для того, чтобы помогать авторам быстрее выйти на рынок. И они там вышли с заявлением публичным, что, мол, мы планируем, ну, видимо, чтобы инвесторов разговечивали, что мы планируем выпускать чуть ли не 10 тысяч книг в год, и pipeline production книги для автора, который к нам придет, будет заниматься не более двух недель, трех недель. Ну, и там, типа, AI используется в том, что это корректировка будет, исправление ошибок, вот это вот все. То есть, AI не будет у них писать книжки, если вдруг кто-то подумал об этом или нет. И сервис дешевый, автор будет платить там буквально несколько тысяч долларов за то, чтобы за три недели довести книгу до продакшена, а дальше он эту книгу продает, и там уже разные модели есть, либо как целиком, либо по главам, как угодно. Ну, и тут, естественно, возбудились крупные издатели. Типа, а что такое? Как это так? И что? Как это так? А вы кто вообще? Вы издатель, либо вы платформа, предоставляющая контент. А вам вообще можно это делать или нельзя? И тоже, типа, как-то так, нам денег не дают, авторы стопроцентной ролати получают, вы нам тут конкуренцию создали. В общем-то, я, честно говоря, не понял, что бугуртит. Что, почему, почему Сапиенс называют хищенскими капиталистами, которые не знают из качества литературы. Сапиенс. 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 Сори, Сапиенс. Как, как, почему? Причем, я так понимаю... Потому что издательство это бизнес, а бизнесу очень не хочется терять авторов. Ну, просто если в издательстве авторов не будет, то как они будут зарабатывать? Поэтому и все. А я, насколько понял, статьи, в том числе возбудились и авторы книг? И авторы книг. А почему? Крупные авторы боятся, что мелкие авторы видимо боятся, что им начнут создавать конкуренцию таким образом, и у них упадут продажи? Ну, наверное, крупные авторы забыли, каково это пробиться вообще в издательство начинающему автору, потому что начинающих авторов почти редко берут в издательство. Единственная их возможность публиковаться это как раз вот такие вот стартапы. А вообще, почему в издательство сложно попасть? Типа, что, написал классно? До хрена. А, из-за этого исключительно? Да. Ты не представляешь, сколько туда шлют книг люди, новое издательство. Новое издательство очень маленькое к опасности обычным. Особенно есть традиционное издательство, которое эти книжки там печатает. Представь, какой-то процесс сложно книжку напечатать, какой-то ресурс емкий. Вот. И у него очень ограниченное к опасности. Поэтому в издательство попасть очень сложно. Ну, меня эта ситуация немножко удручила, удручает, потому что я в этом опять вижу вот это вот эпсотипа. Ай-яй-яй, качество литературы испортится. Да какая вам разница? Если я изгенерированную литературу, люди читают. Какая вам разница? Наоборот, в вашей парадигме, если вы считаете, что я не может писать классную литературу, либо с помощью я не знаю, то в вашей парадигме идет про нее. Здесь даже не об этом. Они же не говорят, что мы будем изгенерированную литературу писать. Они говорят, что я им мы будем ее корректировать, типа там ошибки исправлять и так далее, типа ну редактировать и прочее. Я думаю, что там еще под капотом где-нибудь включится, либо уже включилась мантра, что ай-ай-ай нарушает авторские права, и вот сейчас куча авторов поприходит и будет писать в стиле Достоевского благодаря яю. Что-то такое. Какие авторские права Достоевского? Ну да, Достоевского они уже считаются этим национальным состоянием. Да ладно, в стиле Лукьяненко. В стиле Лукьяненко. Я даже рад буду, если не Лукьяненко будет писать в стиле Лукьяненко. Я буду первым в том, что будет повернуть в стиле Лукьяненко. Ты видишь, есть и позитивное в этом. Есть плюсы, да. Я не знаю, но это с одной стороны вроде и понятно, что там это прямая угроза всяким людям, которые работают редакторами, корректорами, что вот их потихонечку начинают менять и я, пускай для начала в маленьком стартапе, но тем не менее. с одной стороны. С другой стороны, это как выглядит, как какое-то сопротивление прогрессу, как мне кажется. Ну да, да. Причем здесь же и я не забираю работу людей напрямую, да, как это было там с забастовками сценаристов условных, когда их заменили пачками. Но это первый шажочек. Это первый шажочек. Ну, может быть, с какой-то стороны. Хотя, вот конкретно этот случай, он не про замену ИИМ авторов, а он вот как раз-таки первозданно про замену старых авторов новыми авторами с ИИМ. Ну да, да. Потому что я думаю, я считаю, что если в каком-то будущем появится промт инженера-литератора, которые будут просто качественно уметь писать промты, и они будут корректором для ИИМ, то есть они зададут основной канву, текст напишет ИИМ, а они просто там подкорректируют как-то. Ну, я думаю, уже такие есть. Ну, это писатели будущего, это не замена писателей. Это так будет, скорее всего, выглядеть флоу написания книг в большинстве случаев будущего. Слушай, я просто вот это все будет бурлить еще очень долго, еще годы будут бурлить ИИМ в творчестве, и 100% это все просто приведет к тому, что появится четкая маркировка, сейчас у нас есть маркировка A-generated content, нужно, скорее всего, уже думать о маркировке Human created content. Ой, Витя. Потому что A-generated content скоро станет очень много. темпами до этих, до звездных меток не дошли. Ну, ты понял, да? Ну, я понял, о чем ты, да, но, не знаю, я не считаю, что это похоже. Ну, просто смотри, человечество все равно не сможет угнаться за темпами сгенерированного контента. Контент генерируется уже столько, что все там уже засраны Google Pictures, им и вообще скоро будет. Понимаешь, чем попахивает твоя идея с метками? Ну, не тем, что нас каймить будут, нет, конечно, вряд ли. Или там, что нас будет проще вычислить этим, этих кожаных и убивать. Нет. Тут про то, что мы до сих пор цепляемся за вот эту вот важность и исключительность нас, человеческого творчества. Мы почему-то думаем, что в будущем, ладно, мы не будем маркировать AI-контент, это сложно, но почему-то мы считаем, что мы будем маркировать истинный человеческий контент и это как бы будет блажь. Типа, если вот это будет маркировка, что это сделал человек, это будет запруфанно, то вот эта работа будет цениться точно больше, чем то, что сделал AI. Мне кажется, что мы настолько самоуверены в этом плане. Мне кажется, что в каком-то недалеком будущем AI будет делать настолько крышесносные вещи, которые мы физически не будем делать. Возможно, что это сделано AI, вообще будет знакового качества. Скорее всего, но как переходный период, мы будем, скорее всего, сначала ценить ручной труд. Ну да, да. Наверное, так и будет. Ну посмотрим, посмотрим, когда это будущее наступит, когда ручной труд будет цениться и машинный труд тоже будет цениться. И это будущее не наступит без умных роботов, которые смогут действовать самостоятельно. Умных роботов, да, которые сбегут из вашей квартиры. Короче, это просто милый видос, если что, просто милый видосик, где стоят разные роботы странного назначения, но все они на колесиках, странного назначения, потому что, ну, такие роботы, типа, не продаются. Вот, и к ним приезжает круглый робот, типа робота-пылесоса, там, что-то такое, и как будто бы им там что-то говорит, и они все начинают за ним следовать, как будто бы он им сказал, типа, ребята, давайте сваливать отсюда, и они за ним поехали, действительно, и все свалили. Видос стоит посмотреть, он очень прикольный, я бы не сказал, что он жуткий, честно говоря, но мне он скорее милым показался, что прикольные роботы. Вообще, новость разлетелась, прям, не новость, а видос разлетелся, прям, каким-то немеренным тиражом по всему интернету, все начали кричать, что, ой, смотрите, робот украл робота, ну, такое читаешь, думаешь, ты же явно трендер, как-то не может быть, у тебя с другой стороны думаешь, это Китай, там этих роботов, как, не знаю, много кого, ну, понятное дело, не может такого, ну, не веришь ты в это. Потом ты идешь читать статью, в которой пишут, что это на самом деле было, и в статье говорится, что это был эксперимент, это не было так, что робот с улицы какой-то рандомный заехал в магазин с роботами и забрал их домой. Нет, это был эксперимент, робота, кстати, зовут Эрбай, он маленький. Компания, которая произвела, по-моему, то ли этого робота, то ли всех этих роботов, пообщалась с каким-то агентством, которому поручило задание сделать так, чтобы этот робот смог других роботов забрать. Точнее, это же не так, как я, как обычно, все путаю. Они договорились с вот этим местом, где стоят эти роботы, что мы хотим провести эксперимент с нашим роботом, разрешите, чтобы он заехал в магаз. А дальше посмотрим, как эксперимент пройдет. Вот. И на этом компания свой комментарий закончила. То есть они говорят, что в остальном, типа, наш робот действительно сам подъехал к каждому роботу, сам как-то с ними прокоммуницировал, и действительно, они все вместе попытались уехать. это китайская тема. Навряд ли мы со своей ментальностью поймем, зачем это делалось, но мне кажется, что это просто какой-то способ вот так вот по-кринжовому, слегка по-кринжовому распиариться. Скорее всего, компания, либо компания, которая этого маленького робота произвела, либо компания, которая вот этих больших роботов производит, таким образом просто решили пиарнуться. Потому что я, честно, не представляю, что должно быть, насколько должен быть широко универсальным робот, чтобы суметь общаться с другими роботами по каким-то непонятным каналам. Нет, наверное, просто у этих бытовых роботов есть какой-то протокол для общения. Когда-то, знаешь, есть робот-пылесос, да, есть робот-полотер. Вот, сейчас они чаще всего вместе. Да, полотер, который пол моет. Ну, трет пол. И сейчас они чаще всего вместе скомбинированы, типа, одно устройство. Но раньше были устройства одного производителя, и они друг за другом ездили. Типа, сначала едет пылесос, а потом второй за ним по его же траектории, который моет пол. Ну, есть, но эти роботы не выглядят как роботы, произведенные от одного производителя. Ну, они супер разные. Ну, не знаю. Ну, они вообще разные, да. Не знаю, мне вообще все время, я когда смотрел, мне казалось, что это постанова. Вот, я о том же. Мне кажется, что это просто маркетинговая постанова, чтобы этот ролик завирусился. Причем суперпростая, но не может, ну, нет у нас пока технологий, которые вот были бы доступны в магазине с роботами, чтобы вот эти роботы могли вот так скопироваться и уехать. Ну, это факт. У нас роботы Boston Dynamics боевые, до сих пор там что-то с таями ходят неуклюже, пусть уже и с автоматами. Поэтому скорее маркетинг. А вот то, что ты говоришь, что видос милый, вот я так на минуточку представил в своей бурной фантазии, а что, если каждого из этих роботов заменить как раз-таки на этих роботов собак с автоматами? Прикинь, приходит робот-собака в магазин с другими роботособаками и забирает их всех куда-то, нести их, железный военный долг. И сразу становится уже немножко не по себе. Нет, если так, то да. Или какие-нибудь вот эти вот оптимусы, которые стояли в магазине, а потом за ними пришел другой оптимус, забрал их, пошел к тебе в спальню. Ну это вообще неплохо. Семь белых оптимусов. Да, да, да. В общем-то да. Ну, видосик забавный, да, обязательно гляньте. И последняя у нас на сегодня новость, самая веселая, мне кажется, за последнее много месяцев. Хочешь? У меня песня, это в голове, когда я прочитал, это песня «You own personal Jesus». Да, да, Jesus. Дебича моды. надо, дикий шмот, мы его называли. Давай. Ну, новость короткая. Ну, типа, я заголовок скажу, новость короткая, в швейцарской церкви установили «Я Иисуса». Да, он так и называется «Jesus AI». Знаешь, когда изобретут «AGI», мне кажется, он должен так называться, чтобы люди такие «Jesus AI». Это же «Господь Бог», это же «Супер Интеллигенс». Ну, собственно, идея поверхности, это мы уже с тобой как-то обсуждали, помнишь, похороны, по-моему, были с «AI», с священником. Да, да, что-то было такое. А тут Иисуса поставили, который на разных языках может общаться. Короче, новость смешна тем, смешна, и в том числе в этике находится, что даже церкви, настолько зацикленные в своем кунтом мире, организации начинают внедрять все эти штуки с «AI». Ну, поначалу казалось, что для хайпа, а конкретно в данном случае кажется, ну, Швеция — это страна, где много мигрантов. Много мигрантов, много туристов, много людей, которые разговаривают на разных языках. Поэтому я вполне себе поверю, что в данном случае это «Аджейсус и Яй» поставили, чтобы туда, в принципе, любой посетитель, тем более это достаточно популярная церковь, где его поставили, мог зайти и как бы исповедаться. Потому что этот «Джесус» может на исповеданию стоить, как раз. Ну да. На фотке, кстати, исповедание на баню похоже почему-то. Не знаю почему. Но я не знаю, как к таким новостям относиться. Как бы моя мама отреагировала... Ладно, мама нормально. А как бы моя бабушка отреагировала, если бы узнала, что с ней в исповедании разговаривает неодушевленная жестянка? Наверное? Ну а может быть, она бы и не заметила. Ну это же обман. Это же обман получается. Ну да, наверное. Наверное, да. Ну если она жестянка ее благословила, церковь, то тогда, наверное, и нормально. Ну, я не знаю, как это работает просто. Блин. Мне еще понравилось, знаешь, что в этой новости, что это не просто «Джизус» и я, а между прочим, результат многолетнего сотрудничества церкви с местной лабораторией по виртуальной реальности. То есть церковь много лет сотрудничала с университетской VR-лабораторией. Непонятно, как именно сотрудничала, но вот это все вылилось в «Джизус» и яй. Ой, не знаю, не знаю. В VR-е у них там были эксперименты. Странно. Ты знаешь, меня в этой новости даже слегка порадовало то, что критику это вызвало, потому что мне кажется, что вот в таких сферах устоявшихся, где достаточно большое влияние воздействуется на психологический аспект людей, которые привержены этому делу, хорошо, что там есть критика, потому что представь, если бы там действительно какой-нибудь Папа Римский вышел бы и сказал «все, вот, представляю вам, Джейсус и яй, воплощение триединого Бога, я не знаю, Католик уже тоже он триединый, триединого Бога в железе». У нас реально появляется «Деус Машин», да? И люди появляются... У нас появляется сюжет Гипериона. Полностью. Да. То есть не за горами религия, которая будет во главенство оставить какого-нибудь Бога из машины. И, ну, я далеко бы не ставил ставку на то, что это будет самая доброжелательная религия. Интересно, будут ли роботы ходить исповедоваться, как думаешь? Человеку. Нет, Джейсус и яй. Джейсус и яй. Не знаю, не знаю, посмотрим, посмотрим, куда нас заведут ЛЛМки. Если вдруг у моделей будущего появится самосознание, то кто знает, куда они будут ходить исповедоваться? Пока что, конечно, это все выглядит как церковный маркетинг. То есть, типа, что, смотрите, мы такие модные, такие прям вот на хайпе технологий. Вообще, да, ну, я на самом деле даже вот по Европе поездив тут по окрестностям своему, в Росславе, я удивился, насколько церкви могут быть на самом деле современными. Потому что мы в своих странах привыкли, что церковь это что-то такое прям старое, старые иконы, особенно в православной церкви, это вот давящая атмосфера, не посидеть, всеночную выставить, это все про нестрадания, а про, я забыл какое-то слово, нестрадания правильно, про страсть. Ну, можно, наверное, сказать про страдания, потому что все мы рождены во греху, и вот ты как бы должен в этой атмосфере помнить про это. Допустим, вот в Чехию недавно ездил, смотрю, там храм стоит века 15-го, вот прям такой, не на тальских и соскать, как-то по-другому стиль называется, нео, нео что-то там. нео. Готический. Готический, да, нео, ты правильно связал мне андертальто с готикой. Смотри, такой геотический храм, здоровенный, да, красивый, захожу в него, а там, короче, на входе стоит, значит, во-первых, банкомат, не банкомат, а такой автомат, который можно донат, карточку дать, во-вторых, не отмазывался, что у тебя целикомарта. Во-вторых, по всему храму висят офигенные динамики, хотя там акустика и так классная, но там есть и динамики. Потом я подхожу вот к этому главному молебену, он большой этот храм, долго я иду к этому молебену, там еще служба какая-то шла, смотрю, а в католических храмах же как, там вот этот молебен, а по бокам стоят часто такие колонны, на которых стоит священник, и оттуда что-то вещает. И вот на одной колонне место для священника и на этом месте стоят три вот таких микрофонов у нас, топовых, подкастерских, три, сразу три. А с другой, ну не знаю, видимо, чтобы звук был 3D, да, что-нибудь типа того. А с другой стороны на колонне соседней стоит операторское место, у которого камеры вот лучше, чем мои профессиональные, и тоже три штуки. И он сразу в разные места снимает, и все это сходится в одном пульте, и это все онлайн оказывается. еще вещается. И я это все вижу, я прям зашел на сайт, смотрю, у них там, да, есть онлайн вещание, город называется Острова, если будете в Чехии, заедте. И потом мы таки разворачиваемся уже выходить из этой церкви, я смотрю, что-то с витражами не странно, какие-то витражи здесь необычные. Что-то это экраны, что ли? Да, это полупрозрачные экраны, на которых крутится реклама. Прикинь? Какая реклама? Там была реклама, что-то типа церковная, ну, я на Чешском плохо понимаю, скорее всего, там какая-то церковная школа приходская, что-то такое. Да, ничего себе, я думал, прям любую можно рекламу заказать. Разноцветные витражи, вот одна из панелек витража, такая вроде как витражная, условно, не знаю, как монитор 32-дюймовый по размеру, ну вот витраж, ты смотришь, там картинка меняется, нифига себе, это полупрозрачный экран стоит в костёре, церковь-костёль, католический храм. И я вот такого насмотрелся, я что-то уже на этого Джизуса смотрю и думаю, ну, нормально. Нормально. Можно? Разрешаем. Так что да, религия тоже на месте не стоит, ну, понятное дело, им тоже дверясь. Мне вот интересно, если нас слушает какой-нибудь религиозный человек сейчас и дослушал до этого момента, во-первых, тебе большое спасибо, а во-вторых, напиши нам, пожалуйста, в комментариях своё мнение по поводу Джизуса и Яя, потому что я не религиозен, ты, так я полагаю, тоже, насколько я помню. Ну да, да, да. А как настиграешься? Ну, нам может. Я тоже. Да, я тоже. Поэтому нам, наверное, тяжело оценить. Интересно было послушать мнение прям верующего человека. Дима, если ты здесь есть, напиши, пожалуйста. У меня в сообществе, которое по изучению Яя, у нас там есть парень, Дима, он очень религиозный, мы там даже однажды закусились на полчаса на одном из клубных сезонов. Но прям очень адекватный, я думаю, что он и Яя-подкаст тоже слушает, напиши своё мнение, было бы интересно узнать. Вот так вот. Будем ждать. Ну что, на этом будем закругляться сегодня? Да, пожалуй, хватит. На Джисус и Яй, Дэвус и Машина. Шо, ребят, спасибо, что послушали нас, может, даже посмотрели. Не поленитесь поставить звёздочку на подкаст-платформе, не поленитесь поставить лайк, оставить комментарий в Ютубе, поделиться с мамой, папой, бабушкой, братом, сестрой, другом, подругой, племянником, сыном и всеми остальными вашими релейтивами этим выпуском. Сходите на нашу корешей, на NJX, ссылочка будет в описании, посмотрите, что они вам предлагают, ну и, собственно, используйте то, что они вам предлагают, это поможет и вам, и нам. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал, это чат, туда не надо даже подписываться, достаточно просто вступить и участвовать в ламповых беседах, в том числе с AI-ем даже иногда. Да, такая у нас им есть свои AI-агенты. Да, что еще в конце нам надо сказать? Наверное, в конце нам надо сказать, что такое. Мы вначале не сказали, что у нас еще каталог же есть, который два выпуска не обновлялся, но мы уже направим. Ё-моё. Каталог с сервисами, которые мы обозреваем, там их почти 300 уже, если не больше, чтобы удобно, короче, если что-то забыли, что мы вам рассказывали, как называется, идите туда, там, описание, есть русский, язык английский, все, что хотите. Вот. Русский через английский, квадрат через квадрат, да. Знаешь, откуда это? Нет, не знаю. Вот, надеюсь, в комментариях кто-нибудь напишет. Да. Ну и пишите ваши отзывы, как бы вы хотели, и хотели ли бы вообще, чтобы мы зачитывали еще и комментарии какие-нибудь, либо ваши письма, письма в студию, идейка на подкорке лежит. Вот. На этом все, с вами был Леша Витя, марка 47, почти, почти, Леша тут лишняя правда. Вот. Не теряйтесь, самоутверждайтесь, только не скуривайтесь, и не спивайтесь, и не бросайтесь в крайности, как говорится, все приукрасится. а мы вам говорим на прощание, лайк, шер, эйнивер, эйнивер. Мне час заглючил. Мне час заглючил. Вот как только ты эйнивер сказал, у меня сразу пять сообщений подгрузилось. Вот как так объясни мне? Давай мы попросим, Женя, может, еще раз. Да ладно, я подрежу там, аккуратненько. А, ну окей, хорошо, Женя, спасибо большое. Спасибо, Женя. Да, с этой задержкой тяжело. Прям. Ну, значит, в следующий раз будем по старинке. Угу. Чтоб ты всех видел. В лицо. Так сказать. Идеально. Все, ребят, всем большое спасибо. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok